Суровый веб. Тот самый подкаст от eweb-дизайн из Челябинска. Как Яндекс.Карты внедряли веб-ассембле. Про Флексбокс снова да здорова. Кризис работы в программировании. Кризис работы в Погнали. Кризис снова да здорова. Погнали снова да здорова, да. Кстати, да, погнали снова да здорова. С вами подкаст Суровый веб-проект eweb-дизайн. Выпуск номер 218. На часах уже 4 декабря. Ну, в общем, мы начинали еще 3-го. Время пол первого по Челябинску. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Сказочкин, потому что я снова да здорова говорю, поэтому мне показалось, что я как будто я в сказке нахожусь. И всем, кто на самом деле находится в реальности, я рекомендую написать нам на work.sobaka.ru, потому что это ваш способ донести свои мысли к нам в подкаст. Свои сказочки, опять же. Свои сказочки, свои сказочки. Естественно, с помощью реальных абсолютно денег. Это обязательное условие. У нас в сказочках не такие, а не уж и сказочки. Да. Абсолютно, да. work.sobaka.ru У нас есть какие-то сегодня преамбулы? Какие-то прологи? Есть ли у нас? Чуваки, обязательно пойдите и послушайте наши пришоу. Там вообще обосраться, как круто. Я всегда перед премьерой пиню первым комментарием ссылку на пришоу к этому выпуску. Вот. Мы там очень классно обсудили печатную продукцию, почему нужно печатать журнал в 2К19 и вообще. То есть это прям стоит того. Не забудьте, хотя бы пройдите по ссылке и пооблизывайтесь. Как минимум. С люнями нам закапайте там все по ссылке. Да и вообще посмотрите, что мы выкладываем эти пришоу с завидной регулярностью. То есть каждый раз мы записываем пришоу. Не было такого подкаста за последнее сколько-то там энное количество времени, чтобы он был без пришоу, но подкаст был. То есть мы здесь в этом плане не филоним. Я не только Никита Сказочкин, но еще и, видимо, Никита Стариковкин, потому что мы не филоним. Мы вообще не прогуливаем эту вещь. Мы постоянно записываем пришоу. И нам иногда на пришоу настолько нравится, что прям не хочется начинать подкаст. Мне почти всегда. Сидим час иногда. Я вообще не представляю, подкаст без пришоу сейчас записывается. Подписывайтесь на подкаст. Даже за 1 доллар вы получите пришоу. А еще есть какие-то у нас преамбулы или нет? Потому что я вижу первую тему, и ее, знаешь, без разогрева сказать будет, возможно, ну... Выглядеть будет так, что как будто мы уже рекламируем данную компанию. Ну, смотри, я готов выжить из себя. Разогрев, смотри. Вот я иногда открываю... Вот у меня... Я ставлю вечером телефон на зарядку всегда свой. И я его когда ставлю на зарядку, у меня, во-первых, стоит авто безшумный режим. Не безшумное. Авто не беспокоить с 11 вечера до 7 утра или до 8 утра. Не помню, кстати, до скольки. До 7. Так вот. Ну, если в 7.30 мне уже кто-то напишет, наверное, это будет реально важно. Потому что даже все москвичи там и другие гости с западной стороны, они уже спят стопудово. И если в 7 утра кто-то напишет, это либо мой коллега Коля, который из Томска, который уже пришел на работу, и это, ну, что-то важное. Вот. Либо кто-то из Челябинска, и это тогда тем более что-то важное, если кто-то мне в 7 написал. Да, потому что в 7 у меня уже не режим не беспокоить. Так вот. Кроме того, что у меня написано «не беспокоитесь», что телефонные вызовы будут заглушены, бла-бла-бла, у меня вторая строчка есть. На ней написано «оптимизированная зарядка». И там написано «завершение зарядки запланировано на 6 утра». Вот. При этом сейчас у меня 0.0.30, да, как и у тебя в Челябинске, и заряда 80%. В чем вот эта вот тайна? Почему оставшиеся 20% хочет заряжать 6 часов? У тебя есть идея хоть какая-то? 20% 6 часов? Это потому что классический трюк маркетинговый, последний процент заряжается долго, но на самом деле наоборот. Тогда получалось бы, что последний процент он в самом начале и разряжается долго, соответственно. Я не знаю, зачем это сделано. Это специально сделано, чтобы ты себя комфортно чувствовал. Вроде как и 80%. Ну, вроде как еще и 6 часов заряжать до полной зарядки. Ну, вот смотри. Например, я сейчас загуглил, и оказывается, это новая фича iOS 13. Она сделана для того, чтобы... А это фича? Это фича. Они экономят мне аккумулятор. Если его каждый раз заряжать на полную, прям со всех щелей, то он изнашивается быстрее, эйджится быстрее. Так. Поэтому они отслеживают мои дневные и ночные циклы, когда я его не использую. И остаток размазывают именно до утра, до моего предположительного утра. Чтобы как бы и я проснулся, и уже заряженный был телефон. Но и чтобы сильно аккумулятор не усирать. Так. Ни хрена, да? Ну, это современные технологии, я бы сказал. Хай-тек. Встроенный... Я бы сказал... Дип-тек, я бы даже сказал. Дип-тек. Встроенный алгоритм не дает iPhone зарядиться больше 80% до того времени, пока вы не начнете им пользоваться. Блин, я проспорю. У меня iPhone, чуваки. Но у вас на Android-ах-то нет такого, а? Вот. Причем они, разумеется, мне говорят, что информация о ежедневном графике зарядки хранится только на вашем iPhone, данные не сохраняются в резервных копиях и не отправляются в компанию Apple. Ну, ладно, ладно. Но... Не отправляются, так не отправляются. Не, без но. Просто. Они меня успокаивают этим самым. Короче говоря, вот так я узнал о том, что Apple пекутся в моем аккумуляторе, сильно его не заряжают для того, чтобы он не истарел. Мне понравилось. Кстати, фичу можно отключить. Это, кажется, нас подводит к первой теме. Фичу, кстати, можно отключить в разделе «Аккумулятор». Вот. Соответственно, там есть... Сейчас я пытаюсь найти, где это. А, это в пункте «Состояние аккумулятора». Там есть оптимизированная зарядка. Можно снять тоггл. Вот. И смотри, смог дождаться завершения зарядки выше... Все. Короче, до 80 он заряжает, как обычно. А именно с 80 он начинает давить долго, потому что... А смысл, типа, дозаряжать до упора? Он уже начнет разряжаться. А так он его на 80 поддерживает и остатки дозаряжает к тому времени, когда я уже, типа, проснусь. Ну, прикольно. Прикольно. Гений. Гений. Я хотел по этому поводу сказать, что я немножко поменял политику спокойности. В плане того, что у меня... Вообще я раньше чисто на спокойном жил. Но я сейчас... Я помню. Как делаю? Я ночью... Я ночью на спокойный не ставлю. Я ставлю, знаешь, на что? На выключение Wi-Fi и LTE. Соответственно, если что-то срочное, вряд ли мне будут звонить ночью эти налогоплати... Налоговики. Но просто на всякий случай мне... То есть, мне может позвонить любой человек ночью, получается. Ну, который знает мой телефон, конечно же. Ну, да-да. И, соответственно, это я никогда не пропущу в жизни в мире. Но зато у меня ни одно уведомление не приходит. Ни одно. И я их еще не могу пропустить, потому что как только я... А у Apple, у гениев сделано так, что если я с утра подниму трубку, в плане просто на Home нажму, то у меня автоматически включается Wi-Fi. Автоматически. Ничего для этого не делая. А, то есть ты их выключаешь из Control Center, они беленькими вот этими остаются. Да, да. Типа выключены. И потом, когда ты ждешь, они включаются, и тебе сразу фулка приходит. А, у меня все, что было за ночь. И я такой, опа. Но звонить мне могут всегда, и как бы это не должно быть для меня проблем. Мне ни разу не звонил какой-то чувак в 6 утра там или в 4 ночи с неизвестного номера. Тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, что такого не будет. Короче, вот. В 6 нет, в 9 мне постоянно звонят из всяких. А, вы сегодня ждете доставочку, вам придет ваш новый там GoPro Hero 8 там и так далее. Поэтому не просрите. Вот это я бы не хотел пропустить. Вот как раз-таки такие звонки я бы не хотел пропустить. Это еще норм. Вот если реально дышать в трубку будут в 4 ночи, это я уже буду на спокойность ставить. Есть еще, тогда тебе скажу. Фича спокойного режима знаешь в чем? Что когда ты утром из спокойного выходишь, у тебя прямо на локскрине написано, доброе утро, сегодня у вас в Челябинске 14 минус градусов. Хорошего вам дня. Только когда ты выходишь из небеспокоительного режима и именно когда ты первый раз разблокируешь телефон. Недавно даже целая статья была на Apple Insider о том, что типа есть фича, как смотреть погоду на локскрине. А у них опять же такая замануха, как будто можно прям пойти ее включить и всегда смотреть погоду на локскрине. А нет, не хрен там плавал. Там на самом деле просто именно только вот, как я сказал, в небеспокоить и только утром, когда телефон из него уже вышел и ты первый раз поднял телефон. Вот там такое. Ну зачем они эти вот мелкофичи сделали, я не знаю. Но давай у нас тогда, раз мы с тобой уже преамбулу делаем, зайди к себе в аккумулятор, скажи, какое у тебя приложение максимально жрет аккумулятор и на сколько процентов. Просто интересно. Давай так, топ-3 приложения. Я думаю, какой-нибудь Telegram. Ну давай, давай. Я думаю, Telegram, Insta и еще что-нибудь, и ВК. Сейчас я посмотрю. Давай. Так, я должен куда зайти? Настройки, там аккумулятор. И там проскролить вниз, выбрать последние 24 часа. Вот. И там, соответственно, будет. Беттери, да? Уже знаешь, что я... Беттери, да? Говорите. Да, Беттери. Беттери, Беттери Health Service. Ааа. Беттери Usage by App. Я понял. Инстаграм. Инстаграм. 19%. Телеграм. 15% background activity у него. И 14% home and lock screen. Чё? На четвертом месте Twitter. Ну ладно, давай пятая. У меня просто на пятом блокировка и домой. Сколько? Пятая Slack, да? Сколько? Slack, да. 12. Слушай, у тебя... А почему блокировка и дом? Достаточно размазана. У тебя, потому что когда ты первый, вот это вот тебе все уведомления утром приходят, они, видимо, сразу тебя 30% отжирают. Сколько ты там? 10 сказал? 13. Ага. Вот. А у тебя? Слушай, вот вообще никак у тебя. На первом месте Telegram, знаешь, сколько процентов? 63. Сколько? 50. Ё-моё. До свидания. Это в тему шуток Ксюши, Саниной по поводу меня и чатиков. 63% Telegram, 10% музыка. Ага. И на третьем месте Skype 6%. Вот. Ну ладно. На четвертом телефон 5%. И только на пятом блокировка и домой 4%. Ну, слушайте. У меня Siri по поводу 4%. Я, видимо, разговорчивый с ней. У меня Siri вообще в прочерк стоит. Ну, короче. Ну, у тебя, наверное, выключено телевизор. Я не знаю. Я не помню. А у тебя сколько? Вот примерно помнишь, сколько у тебя за неделю часов ты насиживаешь в телефоне? А есть же, есть же приложение, называется... Как же оно называется? Да, я имею в виду, ты можешь посмотреть статистику уже потупо не знать. Да, вот оно. Экранное время. Я просто тебе скажу... Да, я тебе просто скажу, что у меня было по 2 часа в день на этой неделе. Ну, ты что? Нет, так не бывает. У меня сейчас 3 часа в день в среднем. И это на 44% меньше с прошлой недели. Давай, я сейчас тебя шокирую. За неделю, за вот нынешнюю, к сожалению, здесь нельзя... А, можно выбрать предыдущую неделю. Предыдущая неделя. В среднем 5 часов 28 минут. Из них за всю неделю 20 часов телеграмм на первом месте. На втором месте 2 часа YouTube, 3 часа YouTube. И третье место 1 час 41 Skype. 20 часов телеграмма из 38 часов всего экранного времени за неделю. Так, это ты Last Week, да, выбрал? Да, я Last Week выбрал. Сколько у тебя Last Week's Average? Average 5 часов 28 минут. У меня 2 часа и 40. До свидания. А общее сколько? Общее... Total Screen Time 18. А вот, у меня вещь 38. Ёбай. У меня причем по бреду ВК 2 часа 30 минут занимает. Я в ВК сижу больше, чем в телеге по бреду с телефона. Ну, я, да, я, и на самом деле в телеге сижу больше с компуктера, правильно? Ну, в общем, у меня в среднем 180 пушей за прошлую неделю. 882 пуша в телеге было. А, у меня в ВК по бреду. Че, почему? Вот, поднятие, поднятие. Как вот называется у тебя второе между временем и пушами? Как называется? Пикапс. Вот, у меня поднятие. 132 в среднем за прошлую неделю. Всего 926. У меня столько за жизнь до поднятия не было. 926 всего за неделю поднятий. Из них 329 поднятия в телегу. Впервые после поднятия я зашел в телегу. Сколько у тебя, Эл, это, average? 132. У меня 104, кстати. Смотри, ты частый, но малый. А я, как поднял, так уже и не опускается. Слушай, вот и выбирайте, кому что больше нравится. Ладно, наша темка сегодня про новый Smart Battery Case к iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, как вы догадались. По нашей преамбуле. Да, я больше скажу оригинальная. Оригинальный кейс, Battery Case. Ну да, да. Разумеется, есть, наверное, миллиард каких-то кастомных. Не оригинальных. Да, аксессуаров мы про них. Зачем бы их обсуждать? Это смешно. Потому что именно вот такие какие-то оригинальные аксессуары, они порождают клонов. Очень редко, когда придумывают аксессуар, которого нет у Apple. Хотя таких до хрена есть. У Apple нет, например, док-станции беспроводной зарядки. Да, да. Я только что это хотел сказать. Такие, опять же, у Elfie, у Elfie. У Apple нет селфи-палки. Apple и селфи – это Elfie. Так вот, у Apple нет селфи-палки. И, соответственно, тоже как бы, ну, окей, ладно. Что касается беты, что касается кейсов, Apple делает какую-то моду. Потому что, хотя, наверное, у Apple нет закрывающегося вот этого чехла, который у всех мужиков кожанит. Мне кажется, Apple, кроме телефонов, больше никакую моду не делает. Ладно. Согласен с тобой. И ноутбук. И планшетов, наверное. Да. И часов. Ой. Все. Что-то много уже моды. Да, многовато. Короче. Новый Smart Battery Case. Что в нем нового? Во-первых, он под форм-фактор 11-го iPhone, то есть с квадратом, вырезанным под камеры. Так. Вот. Это вот он, это прям фотография, ну, я понимаю, что это не фотография, а какой-то футач, ну, в смысле, какое-то сгенерированное дерьмо. Оно прям вот так и будет? Оно так и есть, да, конечно. Чтобы ты понимал, здесь есть вот в этом, именно в этой статье предпоследняя ссылка, это Smart Battery Case. Можешь на нее тыкнуть. Вот. И там есть прям видосы и фоточки. Так просто, дело в том, что я вот пока то, что я вижу, выглядит немножко не дизайнерски как-то, честно говоря. Почему? Хотя, ну, как-то, знаешь, не очень стиль, как будто его не Айвич делал. Делал Айвич. Он даже презентовал, самый первый Battery Case делал Айвич, он его презентовал на белом фоне классический, где он не в камеру смотрел. Вот. А выглядит он точно так же. То есть это все тот же дизайн. На самом деле... Его все называют горбатый чехол, и про него всегда эти мемы были. Но именно вот про этот последний уже даже и мемов нет. То есть уже все, все смирились с тем, что есть такой как бы аксессуар, и, ну, кому надо, тот юзает, кому не надо, тот не юзает. Вот как-то так. Что ты начал говорить? Он просто как чехлы такие же есть, бамперы вот эти вот эпловские. Не бамперы, а именно чехлы с волосатым внутренностью. Ну, да, да, да. И прорезиненным наружностью. То же самое, только горбатый. Да, да, да. Это классический силиконовый чехол, только горбатый. Только с батареей внутри. Как-то все равно. Ну, ладно. А мы сейчас обсудим. А он только черный? Вот я фактурку еще тебе скажу. Да, он только силиконовый, кожаных нет, сразу скажу. Это, кстати, плохо, но, опять же, обсудим. Вот, он силиконовый. Для про, внимание, для про айфона, black, white и розовый. Pink sand. А просто для 11 айфона нет розового. Только черный и белый. Как тебе вообще? Ну, ладно, повторюсь. Это все обсуждать будем позже, потому что я прям облизываюсь, как хочу обсудить. Мне много чего интересного. Впервые именно в этом чехле добавили кнопку камеры. Вот, кнопка камеры, причем если именно держать... Короче говоря, она на той же стороне, на которой кнопка включения, только снизу. То есть, если снимать на заднюю камеру и держать телефон горизонтально, то кажется, как будто она вот справа сверху, как у фотика. Понял, да? То есть, удобно жать. Ты его можешь реально держать, как фотоаппарат, и жать. Если айфон залочен или разлочен, но не открытый приложение, он открывает приложение камеры. Это первое нажатие на кнопку. Второе нажатие на кнопку фоткает, соответственно. Если ты долго жмешь кнопку в камере, он снимает видос. Пока жмешь, снимает видос. Вот. Соответственно, чехол, как и предыдущая версия для XS, поддерживает беспроводную зарядку. При этом заряжается одновременно и телефон, и чехол. Когда ты кладешь вот это, телефон в чехле, вот это. Когда телефон в чехле кладешь на док-станцию, заряжается и чехол, и телефон одновременно. Вот. Если заряжаешь через провод, то сначала всегда заряжается телефон, потом чехол. И обратную сторону, когда ты его юзаешь, разряжается сначала чехол, потом телефон. Понял, да? То есть сначала ты чехол тратишь, потом телефон, а заряжаешь наоборот. Сначала телефон, потом чехол. Ну, то, что важнее, сохраняется. Посмотреть заряд, соответственно, можно, когда ты втыкаешь просто провод, показывается у тебя сверху не одна батарейка, сколько, ну, большая вот эта, понимаешь, да, уровень заряда. Когда на зарядке телефон батареечка, а две показываются. Уровень зарядки в чехле и уровень зарядки телефона. То есть он интегрирован в iOS-очку прямо. И, соответственно, когда ты просто втыкаешь телефон в сам чехол, а чтобы вы понимали, когда телефон вставляется в чехол, там внутри папа-лайтнинг, и ты на него нанизываешь свой телефон, вот. А в чехле еще один лайтнинг, который просто пробрасывается в тот лайтнинг. Поняли, да? У нас новый пятидолларовый патрон, пока мы сейчас с тобой разговаривали. Константин Русанов, приветствуем. Отдельное спасибо тебе. Ты выиграл лотерею, чувак. Именно мы тебя прям назначили. В ник вписывайте, если назначили. Прозвучал ты, в смысле. В ник прям вписывайте свою профессию, чтобы мы в следующий раз сказали, что Константин Русанов ваш новый дизайнер на следующем проекте. Ладно, вернемся к чехлу. Вот. Фактуру сказал, прокнопку сказал. То, что, где заряд смотреть, сказал. Вот. Ну, про него были вбросы и ранее. Из беты 13.2 его, так сказать, нашли. Вот. Ну, да. А, ну и последняя фактурка. Это предыдущий чехол в январе был выпущен. А этот выпустить успели до праздников. Угу. Ну, тех самых, когда будут деньги тратить. Ну, в принципе, вот, да. Он вышел, соответственно, вот 25 ноября. И, может быть, кто-то даже его успел купить. Я не знаю, какие-нибудь сейчас были праздники, интересные, между ноябрем и Рождеством. Ну, конечно, Thanksgiving Day. А он какого? Да хрен, ну, 31-го, что ли, что-то такое. Ну, то есть он прямо в ноябре. Во-первых, в Вовке надо успеть зайти, посмотреть. Это, кстати, один из немногих праздников, который у меня вообще никак не сделан. По бреду. То есть, возможно, ты не успел, хотя я не знаю, когда он заканчивается. Ну, Вовке конкретно. Да, может быть. Да я в любом случае, у меня там ни одной ачивки нет. Я не знал. Ну, как бы вроде не бывает такого. Но, опять же, он и не нужен для мета-достижения все праздники. Видимо, там их мало. То есть это какой-то неважный. Видимо, я никогда в ноябре не играю в Вовку. Это всегда какой-то период. В институте это был предсессионный, а на работах это всегда какие-то дедлайны, сдачи. Ну, вот не до Вовки, короче говоря, в ноябре. Вот. Как, собственно, и в этом ноябре. Я тоже уже недели три прям не играл вообще. Вот. Короче, вот тебе фактура. Что скажешь вообще по поводу всего? Потом я скажу. Потому что у меня уже, я знаю, по каким поводам я скажу. И я хочу не влиять на тебя. Вот что тебе именно бросилось сразу в глаза из того, что я тебе презентовал? Что хочется тебе прокомментировать? Я так скажу, полезная штука, абсолютно полезная, потому что, ну, сами знаем, зарядка – это вещь, которая нужна всем, тем более если… Не знаю, как он будет держать на морозе, потому что нам конкретно для челябинских дорог нужна зимняя резина. Но такая даже резина, которую вот я вижу, мне сначала показалось убого выглядит. Я потом посмотрел в той статье, на которую ссылки, и выглядит нормально. Выглядит нормально. Мне понравился розовый цвет, такой белорозовый какой-то, но он очень сильно будет грязниться. Даже если вы купите не себе там, а тому, кому розовый подойдет и на заводе не засмеют, все равно загрязнится. Я уверен, что это очень марки материал. По-моему, белый не будет марки? Белый тем более. Нет, я имею в виду, что все светлые цвета будут марки, а вот этот темный-черный, он немножко не стильный, скажем так. Хотя он вроде выглядит как будто хорошей, хорошая резина, такая, как в некоторых частях GoPro, например, мне нравится резина. В целом, ну, вроде такая, а может быть почти такая, не знаю. Короче, прикольно, что вообще есть такое оригинальное, хотя наверняка оно будет стоить как полтелефона вашего. Ну, цена уже есть. Кстати, здесь есть цена? Сколько? 129 в долларах, а в российских 11 тысяч. 11 тысяч рублей за вот такую вот хреновину дополнительную. Если ты уже покупаешь 11 телефон, потом к ней такую штуку, то есть это еще десятку докидывать. 11-ку. Ну, смотри, если ты покупаешь Free Story, очень часто на аксессуары сразу дают скидку, вот, и ты его можешь покупать не за 11, а за 6, например. Вот, как-то так это бывает, но неважно. Ну, давай безотносительно цены, а хотя бы вообще практическое соображение. Что еще? Я бы такое, кстати говоря, использовал и практически бы гонял в таком, но есть эстеты, во-первых, которые не упаковывают свой телефон в какие-либо чехлы, но это окей, ладно, но еще и которые любят просто красивый, красивый задник телефона, либо там, ну, какой-то очень понтовый чехол, красивый чехол, например. Для них, возможно, не подойдет, но мне выглядит, короче, он вместе, телефон вместе с этим чехлом начинает выглядеть, я уже все, начинает выглядеть как что-то более скорее из такого будущего, как бы сказать, то есть iPhone, он выглядит уже как, особенно Pro, iPhone и Pro, они все выглядят как luxury device, как device premium. Ну, он стоит, собственно, в России как premium device. Как только ты его в такой чехол одеваешь, он сразу перестает быть премиумом и становится какой-то, знаешь, такой штукой, какой-то вот типа электронщины, типа GoPro-шки. Какой-то, знаешь, как будто ты экстремал. Да, да. Вот я пытаюсь найти, как будто ты… Во-первых, экстремал, во-вторых, как будто ты работаешь. То есть ты не так паришься в внешнем виде, тебе реально ты там в командировке, и тебе надо, чтобы он у тебя телеграмм, сколько у меня там часов, столько вот выдерживал, как бы, и не разряжался там, и да. Да, потому что 11-е айфоны, они все выглядят так, как будто это luxury device, я имею в виду Pro, конечно. Может быть, эти выглядят, 11-е просто телефоны выглядят как, ну, для молодежи телефоны. Да, молодежные, я тоже хочу сказать. Старые переданы. Молодежные. Поэтому, если вы солидольный чувак такой и хотите понтануться, тем более там, не знаю, вы солидольный чувак, но вам все равно важно мнение девочек, которые вокруг вас сидят там в клубе где-нибудь, обязательно не нужно этот чехол надевать, потому что, ну что, ну как, еще подумают, что у вас какой-нибудь беспонтовый Android. Не надо, не надевайте. А если вы чувак, которому надо, чтобы держало зарядку нормально, и на сноуборде еще кататься, конечно же, то покупайте такой. И еще какие цвета, скажи, кроме черного и розового? Черный, белый для всех, а розовый только для прошек, только для премиумных, для молодежи только черный и белый. Ну, понятно. Либо, короче, маркая тема, либо черная такая, ну, уже не сильно взрослась. То есть, нет синих, к сожалению. Вот хочется, опять же, такая штука должна быть каким-нибудь именно яркого цвета, но не белого. Надо какой-нибудь Apple. Вы что? Ребята, не забыл. Я понимаю, что сделали стандарт. Джон Айф все, его даже с доски там сняли официально. Красный. Я считаю, красный нужен. Вот если был бы красный, да, потому что они делают, тем более это нормально, как для продакт-рэда, тем более это стоит, они бы вообще, им бы красное бы все выпустить вместе с AirPods'ами Pro и MacBook'ом, да. Представляешь, как ты будешь выглядеть в красных AirPods'ах, мать твою, и с красным MacBook'ом? Это же, ну, просто. Просто Санта-Клаус будешь гребан. Представляю, да, действительно Санта-Клаус. Да, мое резюме, я бы такое взял, ну, особенно, мы же тут как бы сочиняем, что у нас много денег, я бы такое взял, если бы брал, у меня был бы Pro, я бы взял черный просто и ходил бы с ним. Ну, достойно. Как тебе кнопка камеры? Считаешь, будет нужным или нет? Или привычку разблокировать экран, свайпать как-то вправо, там, слог скрина, она не победит. Не, сделали нормально, я согласен с этим. Пусть будет. Пусть они туда вообще наворачиваются. Это как такая штука киберпанковая, я считаю, на нее надо наворачивать. Если чувак уже берет чехол, значит, он, скорее всего, ну, это как взять какой-то дополнительный. Короче, телефон превращается уже в мультитул реально. Мне это нравится, должно добавляться туда какого-нибудь еще говна, кроме этого. Какой-нибудь, не знаю. Фонарик сильнее. Что еще можно добавить? Фонарик сильнее, да, 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 да. Штопор, чтобы еще был. FM-приемник. Да, согласен, короче. И какой-нибудь, чтобы это все еще не замерзало. О, да, это как носки с подогревом. Такие есть в «Спортмастере», я видел. Это, к сожалению, не реклама «Спортмастера» для носков с подогревом. Так вот, смотри, я полностью с тобой согласен, что это гиковый девайс, гиковский. То есть, это, причем, знаешь, вот я как ребеночек, меня как старый Apple задрот, мне нравится, когда дают нарушать запреты. В том смысле, что оно интегрировано в iOS. То есть, ты как будто бы открываешь незадокументированные фичи iOS, что у тебя прямо в нативном интерфейсе что-то добавляется новое, открывается что-то. Как с AirPods'ами прошными, вот этот режим шумоподавления, он прямо из интерфейса iOS вставится, и там прямо отдельная менюшка под него есть. И именно там, где громкость колоночка в контрол-центре, она меняется на схематичную иконочку AirPods'а в прошлом и так далее. Когда ты другие Bluetooth'ные наушники пользуешься. То есть, ты бы никогда не узнал, если бы не купил. Да, это как рыться в файлах системы и находить реально новые иконки и понимать, к чему они относятся. Только тут ты за это платишь 11 тысяч рублей. Чтобы париться. Вот именно. Это мне прям офигенно нравится. И то есть, здесь, соответственно, внутри целая материнская платочка небольшая, ее просветили на рентгене. Вот. И поэтому кнопка камеры, ее на других аксессуарах нет. Потому что это вот Apple-only фича. Я очень надеюсь, что кто-нибудь вырежет кусок там, где ты говоришь, да, платить 11 тысяч рублей, мне это офигенно нравится. Вот такой пуп пусть сделают. Да. Мне это офигенно нравится. И за это надо платить 11 тысяч рублей, да. Смешно. Во-первых, я, исходя из той статьи, не исходя, точнее, а глядя на эту статью, увидел, что есть в экран домой, или как там это называется, виджеты, элементы питания, в русском он называется, и batteries, в нерусском. Вот. Мне понравилось, потому что там можно, я всегда думал, как посмотреть заряд AirPods, не снимая их, не кладя их в чехол и не открывая рядом с телефоном чехол. Потому что если ты открываешь чехол рядом с телефоном, в котором лежат наушники, прямо в телефоне поверх всего всплывает заряд. А теперь можно смотреть, оказывается, в виджете элементы питания. Бесплатный, так сказать, совет вам, уважаемые подписчики. Вообще, надо заново заэксплорить эти виджеты, потому что тут, оказывается, много у каких программ есть они, и они даже интересные в целом. Я посмотрю прям, нифига себе. Ну да, там можно добавлять, там всяких таких приложений, которые ты даже не знаешь, будут прикольные виджеты. То есть я помню, что были виджеты, например, я пользовался виджетом то ли Beeline, чтобы он мне показывал, сколько у меня бабла на счету, еще чего-то, еще чего-то. То есть у каждого приложения, на самом деле, они там дописывают виджеты. У какого-нибудь дубльгиста, наверное, есть виджет условного. Они любят тоже пользоваться вот этими фичами. Это прикольно, да? Интересно. Вот. То есть мне, в первую очередь, привлекает гиковость вот этого дерьма. Вот. И да, мне кажется, я кнопкой камеры бы сильно пользовался. Она напрашивается. Вот. Потому что если я просто прикладываю палец, а у меня все еще старый девайс, где надо палец прикладывать, у меня сразу разблокируется телефон, мне сразу надо искать где-то кнопку камеры на рабочем столе. Если я другим пальцем жму именно, то у меня есть возможность, ну, когда экран еще заблокирован, свайпать вправо, чтобы камеру там открыть. Ну, короче, а если я уже прям в кармане прожимаю эту кнопку, и когда я достаю телефон, у меня уже открытая камера, я, не убирая палец с той кнопки, сразу щелкаю, если там эта белочка какая-нибудь. А я тоже старик, и я слово щелкаю, говорю, вместо фотографирую. Вот. И если там белочка, я успею ее сфоткать, в отличие от того, когда я не успею ее сфоткать. Поэтому в этом отношении это прикольно. Что касается его первостепенной фичи, то есть продлевания заряда, он на 50% продлевает. То есть, грубо говоря, заявлено, что просто iPhone 17 часов смотрит, ой, 10 часов смотрит видео с YouTube. С аккумулятором этим, с этим чехлом 15 часов видео на YouTube. То есть, тупо 150% заряда у тебя становится. Является ли это сильно критичным? У меня вот особо не бывает таких дней, вру, раз в две недели бывает, когда реально к концу дня я уже бегу домой, чтобы зарядиться, потому что, в основном тоже, кстати, с морозом связано, да, к сожалению, чтобы зарядиться, чтобы именно уже вот, ну, потому что до ночи уже не хватит. Вот. Такие дни у меня бывают, и это как-то, ну, не очень. С этим чехлом, наверное, этих дней будет вообще практически никаких. То есть, вот, например, если говорить... А он насколько, кстати... Че? Насколько? Насколько, кстати, он толще, я чувствую. В два раза, мне интересно. Уширение именно в два раза толще, чем сам телефон. То есть, два телефона будет? Или три телефона будет? Почему два? Два телефона. То есть, все вместе, это просто у тебя два телефона. На самом деле, достаточно тонкий телефон. То есть, два телефона – это просто нормальный телефон. Вот именно. Я... К чему это все? Потому что на 50% мне что-то показалось, что не такой большой этот, особенно если он был бы очень, если горбатый, то 50%, я понимаю, что и так, в принципе, аккумулятор свежего нового 11 Pro много держит. Но 50% – ну, типа, ладно, нормально. Просто, короче, если он сильно толстый, то это непонятно, куда они там, что дели. Ну, там есть logic board, потом, наверное, целая микросхема, которая кнопку камеры обрабатывает. Не знаю. Ну, в общем, понимаешь, батарея, она же не просто батарея, она тоже в оболочке. И даже вот этот сам аккумулятор, который уже в оболочке, его тоже надо как-то, ну, в этот чехол красивый. То есть, там слой силикона, он же тоже не миллиметровый, а, наверное, там полутора. Ну, короче, блин, это технологичная штука уже тебе отмазывать, Apple. Не, я верю, что они не совсем хрень сделали, и кто-то даже будет пользоваться. Ты как думаешь брать вот так вот? Я как ты, я как ты. Если бы я брал топовый iPhone, я бы брал сразу в этом чехле. Просто потому что, а почему бы и нет? Когда я брал последний свой, вот этот вот 7+, на него нету горбатых чехлов. Они то ли с X-ки выпустили их, то ли с 8-ки. Ну, короче, нету возможности. Такого аксессуара попросту нет. Те бамперы, которые оригинальные, эпловские, они низ не закрывали. То есть, там даже не было места под лайтинг. Одно могу сказать для себя минус. На силиконовый чехол, а я знаю, о чем я говорю, у меня у жены оригинальный силиконный эпловский чехол, на него не крепится попсокет. Он слишком, ну, не клеится просто на силикон. А я уже привык с попсокетом. Для меня это будет потеря. То есть, я буду как-то думать, что делать. В этой ситуации. То ли как-то еще космофена добавлять туда, к попсокету, чтобы пришкварился намертво. Я не оторвал потом с этим. Клея момента. Ну, вот что-то такое. Не знаю. Вот этот вопрос останется открытым. Но вообще, давай, последнее. Пауэрбэнк или вот этот чехол? Пауэрбэнк-то точно. Там целая зарядка, наверное, телефонная помещается. Полноценная. Типа 200%. Честно тебе скажу. Так. Честно тебе скажу. Если бы я брал 11-й айфон, да, я бы взял все-таки вместе с чехлом. Но вот меня аккумулятор хреновый держит. И даже если бы я сейчас каким-то чудом там китайский нашел чехол на свою семерку, то он бы мне меньше помог, скорее всего, я боюсь, чем пауэрбэнк. То есть сейчас я на свою семерку, естественно, пауэрбэнк выбираю. Но если бы я брал новый, я бы не брал пауэрбэнк, потому что бесит эти провода, честно. Не настолько это критично, потому что телефоны много держат новые, хорошие. Поэтому я бы взял все-таки чехол, наверное. Ну, просто за 10 тысяч, это опять же вопрос цены, но если мы говорим о мечтах, то, конечно, надо брать... Ну, кстати, да, если опять же вернуться к ценам, то за 10 тысяч можно 3 топовых пауэрбэнка взять, и еще останется 1000 рублей на чехол обычный. На пиво, да. Да, поэтому не знаю. Короче говоря, тут вопрос такой. Но на самом деле, если мы уже говорим о мажорстве, то да. Ну, вот и мне нравится. Вот и мне нравится. Док-станцию беспроводной зарядки бы ты себе взял или нет? Да тоже да. Это же хай-тек вообще поставить. Мне кажется, это уже скоро вообще будет... Вот если... Я вот... Блин, извини, я тебя перебил. Ну, договори-говори. Я думаю, ты уже договорил. Короче, если бы я брал станцию беспроводной зарядки, я бы подзадрачил тему и подсчитал бы, какая там сила тока. Вполне возможно, что она на беспроводной зарядке до 6 утра без оптимизации бы заряжалась. И тогда это как бы, ну, хрен его знает. То есть, нахрен она тогда всралась. Вот тут написано, что вау, на беспроводной зарядке чехол с телефоном заряжаются одновременно. Но при этом там 20 часов они будут полностью заряжаться. Так я проще по проводу воткну. И он меня успеет за это время два раза зарядить последовательно и телефон, и чехол. Особенно если я возьму топовую USB-C-шную зарядку, которая поддерживает там все топовые стандарты по fast charging. Вот. Чем вот это беспроводная... То есть, я бы посмотрел. А возможно, та беспроводная зарядка, которая много заряжает с большой силой тока, там вокруг нее яйца у всех соседей даже обугливаются. Поэтому... Просто видишь, как тебе сказать, суть в том, что зато прикольно, это очень удобно. Допустим, если представим, что мы не дома с тобой работаем, да, а там в какой-нибудь очень... И мы с тобой такие, знаешь, не чуваки, которые сидят постоянно на жопе, а именно которые носятся между столами, да. Мне кажется, это прикольно иметь обе зарядки. То есть, одна для быстрого, если что, подзарядить, когда в натуре ты уже разрядился. А одна, вот такая, которая беспроводная, просто ты сел быстренько за компьютер, кинул туда телефон, поставил, в смысле, положил, она еще у тебя как-нибудь модно загорелась, там же ты же знаешь, эти зарядки-то китайские, там что только не найдешь. Ну да, да, да. Вот. Каким-нибудь там голосом Дорта Вейдера еще что-нибудь тебе сказала. Положил, потом поднял ее, голос Дорта Вейдера тебе сказал, все там, чувак, давай, убивай. Падаванов. Юнглингов. Вот. И пошел. Мне кажется, обе надо зарядки иметь. То есть у нас уже все, киберпанк наступает. Не, ну разумеется, если ты купишь себе беспроводную зарядку, ты не выкинешь все провода. Это было бы глупостью. Поэтому, да, в общем, наверное, можно по киберпанку. Кстати, забегая назад на год, во-первых, горбатый чехол был для семерок и восьмерок. Вот. Это плохо. Во-вторых, он был продакт-трэдный для семерок и восьмерок. А, то есть, как надо, красный. Есть шанс, что выпустят и для этого красный. Я еще смотрю, я сейчас я тебе скину, на самом деле, в этом, в телеге. Оказалось, что у них горб-то раньше еще и посередине был симметричный. Это сейчас он как бы снизу такой. А раньше он именно вообще не при шейке были, говно был. Вот посмотри. А зачем они, интересно, переделали? А, ну, в принципе, да. Наверное, для хвата неудобно, конечно. Да. Так он у тебя снизу толстенький, ты как будто, знаешь, под тяжестью вниз сполз аккумулятор. А мне кажется, сделают красный. Мне кажется, да. Нет, вот я и говорю, возможно, есть смысл ожидать. Ну, в общем, вот, обсудили мы с тобой эту темку. Я считаю, даже не час, наверное, не подойдет, да, всего 42 минуты. В принципе, растем. Растем. У нас сегодня блиц, 6 тем, между прочим, всего, поэтому мы можем позволить себе каждую по 40 минут. Ну, блин, 6-часовой блиц. Просто и все. Конечно. Да. Да, пойдем от Эпла к просто новинкам. А еще у нас есть канал в Телеграм. Ребрендинг по-русски. Какие компании обновились в 2019 году? Здесь в статье нам указано, чё сменило логотипы. Я так и скажу, чё. Потому что чё по-кидайски жопа, как говорится. А здесь именно местами жопы. На самом деле, здесь местами просто почему-то именно только логотипы. То есть брендинг, понятно, тоже, но в основном про логотипы будем говорить. Ты, Саня, как в 2019 году? Были ли у тебя вот на памяти какие-то поразительные смены логотипа, чтобы ты прям ахнул или охнул? Поразительных не было. Я видел, что Озон сменил логотип. Кстати, здесь есть списки или нет Озон? Да, есть Озон в списке. С Озоном я видел, что сменил, прям бросилось в глаза. И бросилось же в глаза. Алло. Алло. Раз-два. Алло. Слышно? Да. Алло, 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 алло. Да. Ты слышал мой вопрос еще раз? Ты сказал, было ли в 2019 говно, когда я шокировался от того, что сменился логотип. Да, что ж такое-то. Да. Было ли что-то у тебя поразительное такое, где сменился логотип, да? Чтобы ты понимал, ты порядка 15 раз у меня уже пропал, но я как профессионал пытался этого не замечать. Я не знаю, у кого тупит интернет, вполне возможно даже и у меня. Я тоже, причем реально стараюсь не замечать, и мы поэтому оба тупо молчим, наверное, там. Ну и что? Вот. Я повторюсь, заметил, что у Озона сменился логотип. То есть я прям, ну, видел это, и я не могу сказать, что что-то сильно у них изменилось. Не шокировался, короче, вообще. И плюс я помню Лейсовский, по которому мы с тобой обсуждали. Вот. Я просто, ну, помню, что он изменился. И опять же, меня это не шокировало, а просто я помню, что он изменился. Все. Про все остальное, вот я здесь листаю сейчас статью по-быстрому. И да, я видел некоторые, что из них изменились, но если бы я не, сейчас здесь об этом не вспомнил, то я бы и не вспомнил никогда. А, вспомнил. Оптик-центр мы с тобой обсуждали. Это наша челябинская сеть магазинов оптики. Я не знаю, может она где-то в других городах тоже есть, но вроде челябинская. Я когда смотрел их сайт, там было, что челябинские. Вот. У них сменился логотип, и они, вот это шокировало, а это гениально. Я тебе, собственно, это даже и рассказывал в микрочатике, то есть мы это обсуждали, и как бы да. Мы, кстати, сегодня с тобой чисто технически могли бы мимо него пройти, но мы там не пошли. Мы большую дорогу не прошли. Потому что я уже спешил. Но, в общем, как-нибудь обсудим даже и вживую. Вот это было прикольно. Мы не сможем его обсудить здесь, потому что, блин, это надо кейс писать. А у Оптик-центра не писали кейс про свой ребрендинг, поэтому как бы да. Послушаем, что ты сегодня привез. Я, кстати, сегодня один из тех дней, когда я ни одну из твоих тем даже не спойлерил. Я даже примерно не знаю, о чем они. Я тупо по заголовкам мне показалось, что классно. И все. Ну вот здесь, на самом деле, тема просто со списком логотипов, которые изменились. Здесь причем говорят, что много чего изменилось. Давайте посмотрим. Давай просто пройдемся и пройдемся и над чем-то заострим свое внимание. Вот, например, на МТСе мне не очень хочется заострять внимание, несмотря на то, что они из своего белого яйца на логотипе сделали красное яйцо и сменили шрифт. То есть у них буква С стала как магнит. С как доллар. Вот С как магнит стало. И как-то вот вроде как даже они крутые, типа чуваки, в плане того, что они теперь сделали разные сервисы, типа МТС Мобайл, МТС Тикет Ленд, Кэшбэк и вот это все, и будут дописывать к своему логотипу вот дополнительные такие приписочки. Несмотря на это, нам с тобой особо МТС не интересен, хотя Нагиев вроде, с одной стороны, а он нам интересен, кстати. С другой стороны, ну что здесь? Ну да. Ну в целом, мы с тобой просто не очень МТС-ичи. Мы вообще с тобой не МТС-ичи. Я как бы с ним не имел дело. Я могу сказать, предыдущий их редизайн, когда первый раз они яйцо внедрили, вот это было шокирующе действительно. А сейчас как-то, ну окей, прикольно, обновились, что-то об этом. Что ты хотел сказать? Я только хотел сказать. Я только хотел сказать, что современно, все равно современно. Современно это то слово. Хотя вот, кстати, на красном, между прочим, они все равно белое яичко используют, никуда не деться от этого. Ну просто, что теперь яичко в цвет слова МТС. Все, конец. Да. Ля Мода. Ля Мода. Ла Мода это хреновина, которая типа как заказывать одежду и не только одежду, наверное, сайт. хреновина, я хотел сказать, как Озон, только Ла Мода. Только про... Ну просто на Озоне можно уже, мне кажется, вообще все заказывать. Поэтому Ла Мода это вроде в основном про одежду и обувь. Ну, рюкзаки вроде там тоже есть. Да, здесь на самом деле мне что бросается в глаза, что вообще Ля Мода, честно, когда ты на нее заходишь, она как будто девянощина. Сейчас, возможно, уже и двухтысячина, и современный сайт у них. Но прошлый логотип, мне как-то так... Я на него смотрю, как будто... Не знаю, кто его придумывал, честно. Но он выглядит так, как будто просто поиграли с шлейфтами. Смотрю я на новый логотип. И тоже как будто поиграли со шлейфтами, но более современно. Здесь хотя бы нет двух разных начертаний. Мне это вот больше импонирует, потому что вот когда у тебя один жирный, другой... Один жирный, а второй курсив, это как-то странно. А вот когда у тебя все одинаково, это нормально. С другой стороны, они потеряли какую-то свою айдентику. Типа... Теперь хрен узнает, что это Ля Мода, но... Да вроде... Ну, как бы маленькое изменение. Не знаю, насколько вот ты посмотри. Я просто вижу, что там Артемий Ледев пишет, что так тупо наклонить буквы на градус наклона курсива, что я даже не знаю, с чем это сравнить. Я буду плохим копом в этом смысле. Или хорошим. Не знаю, каким. Наверное, плохим все-таки. Я, в общем, за старый логотип. Во-первых, он действительно у меня ассоциируется с Ла Мода, я сразу его знаю. А новый, блин, я его не выкуплю. То есть, я вот смотрю на это и я не сразу ассоциирую с Ла Модой. Поэтому получилось какое-то говно. Зашел на их новый сайт. Там, конечно, двухтысячины. Вот. Но там, как обычно, из меня делают дегенераты. Все огромное. Как будто я зашел с телефона и у меня минус 100 зрения. Ненавижу сайты, которые, как новый YouTube и новый Twitch, которые думают, что я дегенерат, у которого курсор на полэкрана. Просто я единственное, я зашел на своем лаптоп маленьком и у меня две кнопки. Все. Я даже три, хорошо, не буду врать, три кнопки и все. И я ничего не могу сделать. Я скоро начну уже жить в интернете на масштабе минус, на масштабе 67 процентов. То есть, два раза минусик нажать. Я говорю, что это уже невозможно. Настолько меня выставляют просто слепошаром, что я не могу это терпеть. Поэтому ламода минус. Мне не нравится. Вот так. Хорошо. Пойдем посмотрим, что тебе нравится. Mail.ru Group. Mail.ru Group новый логотип. Они были такие немножко 2000-ные, немножко такие какие-то по-детски наивные. Вот эта вот собака Mail.ru Group на синем бэкграунде желтенькие. Буквы и беленькие буквы. И все такое округлое. Стало больше немного Яндекс. Вот эта вот собака стала красная, все остальное черное. Как-то вот. Но посерьезнее чуть-чуть. Не могу здесь оценить. На самом деле просто стали каким-то ну безликим. Мне кажется, чем-то таким. Потому что действительно Яндекс. А вот тогда я их узнавал, когда было синее и желтое. Контрастные вот эти цвета наши любимые. Полностью тебя поддерживаю. Я тоже их узнавал и стала как-то безликая и стала как иконка WordPad. Опять же. Какая-то мелкая красная деталька. Что-то красненькое. И все остальное черненькое. Вердикт Габбан. Причем здесь есть галерейка. Да, здесь есть галерейка, что предлагали дизайнеры. Причем так чувствую, что дизайнеры еще более безликая предлагали. Да, в общем, ладно, не будем даже на этом останавливаться. Хотя мне прикололо, а мне прикололо что-то, что здесь вокруг вот этого собака Mail.ru Group, например, на стендах на каких-то, отходят некие лучи, которые они называют пипяки. Вот отходят пипяки вокруг, типа как Mail.ru свое влияние распространяет вокруг себя. Так тупо, что комментарий к логотипу Mail.ru Group, он исходит от Mail.ru Group. Хорошо, хоть не надо сманываться. Вот да, как-то уж совсем жалко это выглядит. Окей, идем дальше. Озон, тот самый, про который ты сказал. Озон.ru был, стал Озон просто, немножко изменили количество букв и достаточно серьезно изменили шрифт. Просто тупо какие-то одна такая О, другая такая О. То ли мы с тобой уже сильно останавливались на нем, просто я уже помню, что здесь, во-первых, типа глаза, переносица, все такое, лицо, два глаза. Вот Озон. Я, что я могу сказать здесь? Я могу сказать, что в принципе прикольно. Просто прошлый был настолько простецкий, что его как ни из меня и будет в принципе прикольно. Прошлый логотип. Тебе чё как? Озоновское решение? Мне как. Во-первых, новый тупое говно тупого говна, а старый, я просто на Озоне еще заказывал в тот период, когда я был старый, а в период нового Озона, когда, как ты говоришь, там все можно стало купить, я каким-то образом перестал пользоваться их услугами вообще. И теперь у них можно все купить и все, что у них было, можно в другом месте купить, поэтому пошли-ка они в жопу. Не нравится, мне ни новый логотип, ни сайт их. Ничего уникального у них теперь нет. Уже у всего есть аналоги. У книг есть лабиринт, там, или читай город, или что-то еще. У каких-нибудь кормов теперь есть там другие зоомагазины интернетные, онлайн. Ну, блин, все. То есть все, что я заказывал на Озоне, мне теперь удобнее по разным причинам заказать не на Озоне. Особенно мне не нравится их политика, что теперь бесплатная доставка только по подписке, типа Озон Плюс или как-то так, Озон Премиум, и это как-то уже совсем говно, поэтому мне не нравится. Ну, понятно. Ну, хорошо, пойдем дальше. У нас следующий логотип это Росстрой Инвест. Все, что с приставкой Рос, как мы знаем, это одна компания. Я сегодня, знаешь, что видел? На молоке Росмол есть такая организация. Хорошо. Как тебе? Ну, слушай, это звучит. В принципе, они молоть могут там кого-то, молотить. Тут вариантов много в этой организации, так что да, департментов много, скорее всего. Вот, и у Росстрой Инвеста тоже. Они решили себя сократить немножко до РСТИ Росстрой Инвест и типа как будто расти. Расти. И они это сделали очень так аскетично, просто вкруг написали РСТИ и рядом Росстрой Инвест. Раньше был городочек такой с закатом, закатный, с какими-то цветами опять же украинского флага. Я не знаю, но РСТИ это более серьезно и оно как-то так очень скупо и так как-то, я не знаю даже как сказать, ну, в натуре как будто Росстрой Инвест. Зато современно. Мне по бреду и логотип нравится. Вот. И предыдущий логотип такое говно, что хоть что сделай, все равно будет лучше. Да, предыдущий плохой, плюс у них шрифт был не очень. Я даже не разделял их на картинку и шрифт, уже не понимаете на картинку. Вот. Все, вкупе прям было тупое говно, а стало в общем даже и прикольно. Может быть на контрасте, а может быть и просто прикольно. Не знаю, это уже у моего мозга надо спросить. Да. S7 Airlines. Тут интересно, тут остановимся чуть-чуть поподробнее. S7 Airlines просто делали небольшой ребрендинг на какое-то время, пока были пожары в Сибири. То есть, раньше S7 Airlines была компания, которая называлась Сибирь, без приколов, и пока вот это было сложное положение с лесами, я надеюсь, они уже не горят, вот, они делали, как бы обратно откатывались и назывались вместо S7 Сибирь. То есть, как бы привлекая внимание к пожарам в Сибири и какое-то количество бабла они отстегивали реально вот на помощь сибирским пожарам, в смысле, на тушение, я имею в виду. Вот, кстати говоря, Сибирь, кстати говоря, Сибирь была написана таким, знаете, очень советским шрифтом, когда прописной шрифт соединяется в одном месте внизу друг с другом вот этими вот хвостиками. Ты вот можешь видеть на борту самолетов, прикольно, мне нравятся такие акции, прикольно, что просто не с хрена. Представляешь, ты такой заходил всегда на S7, а потом хоп, зашел из Сибирь. Понятно, что наверняка они сохраняли логотипы S7 везде, но их просто сложно еще убрать с самолетов, но на сайте я уверен, что еще везде была Сибирь, и это как-то крутая акция, мне понравилось. Тем более, что раз у них не просто так, а раньше было такое название, это действительно интересно. Это как если бы мы, допустим, там, были с тобой, назывались раньше, короче, допустим, если УВД Геймс бы горел, мы бы вдруг переназвались бы УВД Геймс на несколько секундочек. Окей, Союзмультфильм. Я про Сибирь за счет скажу, я-то ими летал еще в 2007, как раз, когда они назывались Сибирь, вот, поэтому мне, в общем, я помню их оригинальное название, и мне прям греет. Во-вторых, логотип просто 12 из 10, вот эта надпись Сибирь, действительно, в советском стиле, во-первых, по Саньку, и во-вторых, просто, ну, как бы гениально, мне очень нравится то, что они там деревце сделали на хвост, тоже офигенно, вот, и да, очевидно, что вот это нижнее подчеркивание было сделано, потому что надпись делалась единым таким кусочком, который там на холодильник, у меня это с Бирюса или Полюс холодильными фирмами ассоциируется, у них тоже с подчеркиванием с таким было, вот, это сделано, чтобы из одного куска это отлить, как бы, и да, без прерываний, так скажем, вот, это просто 12 из 10, акция тоже топ, вот, и мне кажется, так лучше, чем САОН Airlines, это как-то, ну, я понимаю, что они на мировой рынок выходят и все такое, ну, конечно, но мне кажется, те борты, которые у них, а у них наверняка подразделяются борты, которые локальные, и для нерусских, вот, я бы, те, которые для русских, все сделал просто Сибирь, это... Оставил бы Сибирь, ну, да, единственное, это, конечно, забивает немного клиентов, но мне кажется, все разберутся, тем не менее, можно просто было бы оставить подразделение С7 Russia, было бы С7 Сибирь, почему нет, не знаю, посмотрим, тем более, что, наверное, вряд ли они будут перекрашивать этот самолет, он, может быть, и летает, я вот сейчас просто нашел прям конкретно фотки такого самолета, он существует, он есть, это не просто какой-то там рендер, так что все нормально, круто, хорошо, прикольно выглядит. Идем дальше, Суизмультфильм, как я и сказал, они обзавелись своим реальным логотипом, то есть, конечно же, у компании Суизмультфильма не было до этого логотипа, потому что, ну, ё-моё, их и так, как бы особо и не было, что такое Суизмультфильм? Недавно только они начали снова там возвращать, как его, просто Квашина, еще что-то, еще что-то, хотя я сейчас так говорю, возможно, они всегда существовали, делали охрененные мультики, но просто я вот между советскими какими-то мультиками и вот тем, что сейчас новое делают на Ютубе, выкладывают, уже ничего и не знаю там в серединочке, что там было, как Суизмультфильм существовал. Мне кажется, никак у них была аллергия на все, что с Суиза начиналось, скорее всего. И у них уже как бы, у этих русских, да. У тех. Поэтому, ну, окей. Ну, ладно. А теперь они обзавелись каким-то брендингом, и вот у них теперь есть Суизмультфильм в три строки. Цветами разноцветными буквами и тем самым шрифтом, который использовался в титрах самих мультиков, соответственно, старых. Ну, нормально, чё? Если бы только еще нормальные мультики делали, было бы круто, потому что, насколько я помню, там как-то подскатилась простоквашина. Хотя вроде бы что-то да, что-то нет, но как-то я смотрел, и то ли третий выпуск уже без энтузиазма, то ли какой-то, короче, я вообще не знаю, они его продолжают выпускать или нет, или у них в итоге так и отсудилил его, он, кстати, умер. Мы же это тоже все обсуждали. Так в итоге я не помню, короче. Чтобы ты понимал, у них еще чебурашка теперь отсуженный. Перезапуск. И теперь к ним он относится и будет перезапуск, да, видимо, на волне боем и чебурашки. Вот. Так. И, ну, что-то будет происходить. Мне логотип где-то на 80-10, и у меня стойкое какое-то дежавю. Мне кажется, что-то уже было вот именно таким подобным шрифтом в три строки. Ну, то есть, можно быть? знакомым кажется. Прям вот я не знаю, что, но вот мне такое ощущение, что уже чуть ли не у Союзмульфильма такой и был. Логотип когда-то. Ну, ладно. Не знаю. Мне нравится, что что-то делают, что будут опять типа советские мультики, там вот это все. Вот. Но мне, к сожалению, кажется, что это сквозь коммерческий проект, они просто хотят рехешить щит заново. Я только вот молю Бога, чтобы это было нормально. Не пошло в смысле сиськи-письки, а в смысле вот ну не противно-дерьмово. Потому что реально, я с тобой согласен, что новая простоквашина, она отдавала каким-то какого-то безвкусицы. Они перебарчивали с некоторыми вещами. Мне теперь, конечно, хочется посмотреть, вот. Потому что в тот момент я прям первые две серии я реально ждал, а потом что-то как-то и хайпить просто перестали. Вот. И да, соответственно, ну, я посмотрю, может быть, может быть там все как бы и норм, но в общем и в целом хочется только вот пожелать, чтобы это было нормально. И все. А так посмотрим. Да? Альфа-банк. Не буду даже особо углубляться, изменили шрифт, букву, а там, неважно, как это стало. Давай пойдем дальше сразу. Магнит. Магнит. Аля-аля-аля-аля. Да. Да, перерывался что-то скайп. Так вот, магнит. Позорит. Магнит, короче говоря. Я сказал, что альфа-банк пропускаем немножко. Магнит. Здесь буква М сменилась на М, которая с такими двумя штуками, которые здесь написано как будто руки обнимают букву М. И чуваки подписали, что М абсолютно как у Матч ТВ теперь выглядит. Не знаю, мне в принципе нормально, но достаточно просто прошлый логотип был действительно в старых тенденциях вот это вот Long Shadow тем. Поэтому они переделали на более современное что-то. Тебе как, магнит? Я вообще Long Shadow как-то не очень помню. Ну, то есть, мне никак насрать вообще. Я просто, я уже к тому, который стал, я к нему так привык, как будто он уже стал сто лет назад. Поэтому. Ну, да. Ну, видимо, нормально сделали. Раз, так скажем, уже сразу привык и не режет глаз, то да. Буквоед, про который Саня писал у себя в паблике. Это пабликом я называю. Буквоед, который вот просто из очень хаотичных букв, как будто их маньяк вырезал из журнала. Значит, написали просто буквоед, Б и Д, соответственно, сделали запятыми. В целом. Кавычками. Кавычками. Нет, запятыми. Ну, в смысле, что и то, и другое. Это как бы все одна большая кавычка, да. Не знаю, прикольно, нормально, по-моему, как-то даже из идеи, не знаю, вроде нормально. Я, кстати, не помню, что там Саня написал в итоге. Саня максимально понравилась. Максимально понравилась. Ну, мне нормально. К сожалению, максимально не... Ну, то есть, давай так, первый логотип, это вообще катастрофа, а новый, ну, норм. Ну, вот, вот такое у нас. Дальше смешное. Давай пойдем дальше. Спорт Экспресс. Та самая из газеты, выращенная издание из сайта Спорт Экспресса, у которых оригинальный логотип, это вот, не побоюсь этого сказать, слово петух. Вот, и они, причем, абсолютно не боятся его использовать дальше. Я вот завидую этим умельцам и, так скажем, этим чувакам, которые прям смельчаки, потому что у них в интернет-издании вот такая вот кружочек такой, который и С, и Э вместе. Видишь, Спорт Экспресс, да? Да, конечно. Но именно петуха они продолжают использовать в печатном издании. Посмотри дальше. Он long shadowный, конечно, несмотря на это. Современный такой, борзый, но тем не менее. Хотя он уже меньше на петуха становится похож, потому что то, что было в начале, там прям реально петух. Кстати говоря, и причем это издание для брутальных таких мужиков, которые как раз-таки с таким логотипом не помирятся сильно. Вот. Ну, интересно. Молодцы. Молодцы. Возможно, это единственное петушиное исключение, так скажем, которое допускают мужики брутальные. Потому что реально здесь вот, ну, смело, смело. Пойдем дальше. Яндекс. дзен. А я могу сказать, у меня Спортэкспресс ассоциируется с логотипом Вадима Макеева. С его авкой. Ну, вообще, новый именно. Без ассоции... Дерьмо. Почему опять это произошло? Я не хотел проассоциировать, но реально, именно вот это СЭ новое. Ты просто... Да, кстати, круглое, как у него, круглое именно ассоциируется. Я об этом. Только тут с язычком, да? Ну, с писечкой, у него, по-моему, у него там нету, да. Я, к сожалению, не могу развидеть. Для меня это головка гаечного ключа. Да, похоже очень. Они, возможно, и напирали на это, что типа современно, современно, но для заводчан. Нихрена. Ну, слушай, это тогда не очень глубоко, и даже чуваки с виси.ру этого не поняли. Ну, слушай, если бы я был дизайнером такого логотипа, я бы точно, кроме, ну, ободка, посмотрел и внутрь, и подумал бы, ну, что для меня это значит. Negative Space бы ты оценивала. Конечно, конечно, да, это правда. Хорошо, все-таки, Яндекс.Дзен, к которому мы пошли дальше, тут, ну, мало чем можно сказать. Просто у Яндекс.Дзена, чтобы вы понимали, лента из их, вот этих вот карточек, имеет такую вот форму, когда карточки вместе скрещиваются, у них есть перекрестие такое, которое они изобразили, как логотип Яндекс.Дзена. Все, конец. Не более, не менее, avc.ru взяли и привели еще пример, на что похоже. Оно похоже на T-ROM какой-то. Есть что-то общее, правда? Это завод светильников из Томска, от лого-машины. Ну, действительно похож, но мне нравится Яндекс.Дзен. Вот просто по бреду, просто нравится, и все прикольно. Он минималистичный. Да. И какой-то такой притягивающий. Дочки-сыночки. Ни с хрена просто, что-то тут Рим Брендин, нарисовали два логотипа практически, можно сказать, то есть девочку и мальчика, и прям вот, ну, такое, нечего здесь говорить на самом деле, давай дочки и сыночки у нас останутся несказанными. Юла. Вот Юла, кстати говоря. Черт, про дочек-сыночков так раз хотел сказать, что девочки и мальчика они и были, просто на предпросмотре там не видно, если ты нажмешь, вот, то они там по бокам стояли. Да, просто это они же только... Блин, тогда дерьмо. Тогда дерьмо, знаешь почему? Потому что страшно. Я когда переключаюсь со старого на новый, у меня из нормальных детализированных детей становятся... Дети-курильщика. Такие канадские дети, как в Сауспарке, у которых только морда. Ты посмотри, у него еще челочка, как запятая из буквоеда. Да, кстати говоря. Может быть, это один и тот же дизайнер делал? Да. Но мне тогда меньше нравится стало. Так было нормально, пока ты не сказал. А сейчас как-то страшно стало. Просто дети какие-то менее детализированные, они страшнее смотрятся, честно скажу. Они какие-то тупорылые стали. У них просто глаза тупые. Там были именно ня-ня-ня-ня-ми-ми, глаза именно, ну, такие глаза. Умные. А тут это черные дырки какие-то просто. Тупорылые какие-то, моды вообще. Это из-за глаз отвечает. Это из-за глаз. Ну, ладно, посмотрите мне там. Юла. Юла стала из такого, из двухтысячной щены, перешла в современные тренды, в такой, действительно, в Юлу, которая с градиентиками, как любят в Apple. Мне в целом нравится, кстати говоря. И, но шрифт, не знаю, ну, он немножко изменился, чуть-чуть. Ну, стал слишком современный, как мне показалось, поэтому слишком не идентифицировать его так нормально. Тебе, как Юла, новая. А я плохой коп. Мне кажется, что вот-вот и тоже уже протухнет этот логотип. Они уже приняли себе вот-вот устаревающий логотип. То есть, уже в 2020-м будет прям фу, это из 2010-х. Потому что оно уже сейчас практически фу из 2010-х. Так что... Подванивает, да? Пованивает, да. Хорошо. Дальше какой-то контакт. Я даже не знаю, что это такое, поэтому пропустим. Ренессанс кредит. Будем обсуждать? Тебе как, Ренессанс кредит? Бибрал там кредит? По-моему, тоже Саня его обсуждал. Тоже Саня обсуждал, и он сказал, что фу. Он сказал, что фу, я скажу, что просто... Я скажу, что они сделали банковский логотип, наконец-то. Банковский логотип. Первый, предыдущий, можно было хоть сериалс продавать. Можно было. На стле можно было такой логотип. А теперь реально банковский логотип. Поэтому он мне нравится больше предыдущего, но не ах. Да, согласен. Ну и другие логотипы, например, у Life изменилось просто на Life, у Medusa там что-то изменилось. Ну и по большей части все. Что из этого тебе больше всего понравилось? Вот из того, что мы сегодня перечислили. Ну, Сибирь, но это, я думаю, вне конкуренции, как бы, из-за того, что они так не бренднулись, а это была именно просто акция, это не засчитывается как ответ, тогда Яндекс.Дзен. Тебе больше всего Яндекс.Дзен, да, понравилось? Я сейчас попробую тебе ответить чем-то выпадом другим. Что мне понравилось? Выпадит у тебя что-нибудь, что ли сейчас? Сибирь нельзя, да, к сожалению. Так вот, не за чем. Я тогда тебе скажу магнит, а? Что ты мне сделаешь? Магнит. Ну, ты тот еще магниточ, поэтому ожидал, ожидал от тебя. Мне нравится магнит, но мне в принципе в целом и нравится петух новый. Тоже хороший, да и буквоед нормальный, хотя ты вроде там что-то грешил на него, но в целом. Они специально себе первый логотип сделали дубым говном, чтобы потом хоть что на его фоне смотрелось офигенно. Он просто так давно уже сделан. строй вот этот кто-то. Может быть, может быть, но он просто так давно уже сделан, что этот буквоед не то чтобы он у нас есть в Челябинске до хрена, но вот старый логотип я вижу мне кажется всю жизнь свою. И вроде как да. Что еще я хотел сказать? А я еще хотел сказать, что главное, чтобы, конечно, глаза не как у дочек и сыночек новых были. Это вот самое главное. Так, делайте дизайн, пожалуйста, не как новые дочки и сыночки морды вот эти. Это антиприз зрительских. Антиприз. Вообще я испугался сейчас. Вот если бы я говорю не видел, а так ну просто тупорило. У меня антиприз у ломоды. Ну, да, в целом. В целом ломода такая. Прямо говно. Идем дальше. А дальше у нас не говно вообще. Не в целом и не в частности. Да, у нас офигенский хостинг smarttape.ru вот. Если вдруг вы хотите себе на виртуалочке сделать какой-то серверок, какой-то сервис, который будет вам нормально отвечать. Сервисок? да, нормально отвечать по HTTPS, захостить какую-то свою приложку. Причем вы хотите как-то забалансировать нагрузку сами, то есть там какой-нибудь поставить балансер, потом Nginx, и чтобы Nginx проксировал на разные порты, на разные приложки, которые у вас там происходят, то вам к smarttape не надо никаких вам там кубернетисов, которые где-то захостены или что-то еще. Уже именно по сейчас представил по пародии на Собчак сатира, уже говорить вещи не в попат. Не надо вам там никаких всяких хостингов, не хостингов, я даже не могу, я не могу какое-то тупое говно. Не надо вам никаких там view и реактов. Да, не надо вам wordpress никаких. Блин, надо писать, надо как шутку это сидеть писать, вымучивать, наверняка можно придумать именно максимально тупорылое говно, которое вроде как бы из этой темы, но не в попат абсолютно. Да, не надо вам никаких виндоусов. Ладно, не будем стараться выдать шутку, прям в прямом эфире, а то уже от каждого слова будем ржать, просто потому что, вот да. Короче говоря, smartape.ru это то, над чем вам никогда не придется ржать, это то, что вообще просто выведите и возьмите уже в ВПС-ку какую-нибудь, самую дешевую на NVMe с SD-шках возьмите, она будет работать лучше вашей ВПС-ки, просто потому, что большинство каких-то сервисов и так далее, они упираются именно в скорость чтения и записи. Поэтому то, что smartape предлагает вам виртуалочки, ВПС-очки на NVMe и SD-шках, это просто подарок. Вот мы вам дарим подарок, чуваки, идите по нашей реферальной сырке www.youtubedesign.ru slash smartape, там ее можете найти или под выпуском в описании. Идите, проследуйте и хотя бы тестовый период возьмите. Утра не надо, у меня не тестовый период, но бесплатно же. Просто возьмите его и все. А там можете не оплачивать, не продлевать. Вот нам честно, вот честно, вот я сегодня буду засыпать с мыслью, что хотя бы один человек пойдет и возьмет тестовый период, и у него классно что-то будет в жизни. Потому что такого у кого, кто взял тестовый период и было не классно в жизни, я не знаю таких. Даже с женщинами ладиться начинает, или с мужчинами. Поэтому идите и сделайте это. Да. Обязательно. Если, кстати, если что-то у вас пошло не так, если что-то пошло не так со смарт-тейпом, имеется в виду, ну, какие-то, может быть, вдруг неполадки, нам тоже интересно качество, поэтому пишите, например, да, ну, worksobakaeobesign.ru можно написать, если что-то плохое с смарт-тейпом, и конкретно приложить скрины, где и как, что делал, и что плохое, чтобы мы тоже повышали сервис и так без того идеального хостинга. Вот и мы передадим. Если реально какие-то вопиющие вещи происходили, или там просто что-то, ну, что-то неправильно работает, вы напишите, мы передадим и сделаем все вместе этот сервис еще лучше. Ладно, давайте договорились. Идем и берем тестовый период. Пожалуйста, очень, чтобы спал я хорошо сегодня. Хорошо. А теперь, чтобы спал, видимо, WebAssembly, хорошо? Надо про Яндекс.Карты рассказать. Да, Яндекс написали на хабре статью о том, как они внедряли WebAssembly в Яндекс.Картах. Сразу скажу, в Web Яндекс.Картах. Почему оставили JavaScript? Короче говоря, замануха, спойлер, сразу вам скажу, как некоторые девушки открывают концовку, сразу читают, чем закончишь, а потом уже можно и книжку прочитать. Закончилось тем, что они его не внедрили. Они все-таки остались на JavaScript. И смотри, что такое WebAssembly? WebAssembly это стандарт, это стандарт, в который компилируется дерьмо, то есть, ваш код, и этот скомпилированный WebAssembly код уже можно встраивать и использовать в браузерном коде в JavaScript. то есть, просто как модуль его импортировать. Не обязательно в JavaScript и в TypeScript в том числе, то есть, вы берете и у вас есть какой-то черный ящик, вы какой-то код компилируете на WebAssembly, пусть это будет набор методов каких-то или какой-то преобразователь, вы его как модуль подключаете, просто как библиотеку, как Lodash, как jQuery, не дай бог, или как, я не знаю, Moment, вы его подключаете и можете с помощью тех методов, которые вы заранее делать вещи. Для чего это сделано? У WebAssembly нет никакого доступа к DOM-элементам, то есть, все перемещения на страницах вы по-прежнему обязаны делать JavaScript, но WebAssembly это ваш швейцарский армейский нож. Если у вас есть уже какой-то сухой контент, я не знаю, будь это массивы, строки или какие-нибудь в случае с Яндекс-картами тайлы, 2D, 3D штуки, наборы каких-то векторов и так далее, вам нужно что-то посчитать. Есть микро-шанс, что код, написанный на C++, скомпилированный в WebAssembly, обсчитывает быстрее, чем JavaScript. Просто потому, что статическая типизация, потому что заранее скомпилированный код, потому что, в принципе, C++ более оптимизирован под вычисления за все годы его существования бесконечные, чем JavaScript, например. либо чем двиган Chrome или Firefox, который ваш JavaScript процессит. Например, нода быстрее условно считает, чем Chrome. А вы хотите прям быстро-быстро, а Яндекс-карты, забегая опять же вбок, они хотят быстро-быстро. То вы можете именно эти части скомпилировать как в WebAssembly, таскать с собой как модуль и обсчитывать просто через него. Так же, как вы через Lodash проверяете, пустой ли объект или делаете DeepClone, здесь вы можете соответственно обсчитывать тайлы с помощью WebAssembly какого-то черного ящика. То есть, вы, когда его пишете, вы описываете входы для этого интерфейса и описываете, какой выход, вывод дается. То есть, как мы с тобой, помнишь, Никита, обучались компьютерному моделированию, мы ставим просто объект, у которого есть два входа, один выход. И нам не важно, что внутри происходит, мы просто знаем, что вот эта вот хреновина, вот этот модуль, он по такой-то формуле что-то считает. И там просто написан хорошо оптимизированный код, который это делает максимально быстро. Так вот, Яндекс.Карты решили попробовать и они рассказывают о том, что у них все карты делятся на тайлы. Ну, собственно, это и так понятно. Оно прилетает в формате proto-buff с сервака. Есть такой формат, у нас как раз недавно бэкэндеры обсуждали, внедряют ли его для сериализации JSON-а или нет, потому что в общем и в целом он такой, ну, cool kids его используют. Можете, кстати, посмотреть, здесь прямо статья на Википедии, что такое протокол buffers. Его релизнули в 2008-ом в паблик, то есть, это действительно cool kids используют, третья версия у него есть и так далее. То есть, в общем и в целом рабочая штука, вот у них в формате proto-buff прилетает с сервака набор инфы по тайлам и так далее. После этого генерируется геометрия на основе всего того, что там происходит. И в WebGL передается уже рендерится непосредственно здесь, на экранах наших. Ну и, короче говоря, они решили, что, блин, что она так тупо долго JavaScript считает по формулам. Прям вот тут причем еще суперматематика, геометрия, как по векторам считать там что как это, как это будет выглядеть и так далее. Это, знаешь, вот сейчас мне вот это покажи, вот как я это говорю, что мне тому, который в школе сидел и не учил вот эти формулы, и думал, где мне это пригодится. И сейчас вот я сижу, блин, ну тут что, какая-то картинка, что-то я не понимаю, вот и считается. Геометрия, формулы. Да-да-да. Я бы так и не учил как бы все, но тем не менее хотя бы, может быть, бы понимал, что вот буду человеком хорошим. Ты мне что, когда сидишь, типа, да я же в школе сидишь, да я же программистом буду, зачем мне математика? Во-во-во-во-во, да, вот, вот, чтобы работать в Яндекс-картах, да, чуваки из Frontend Unity, вы там еще из денег в карты не перешли, нет? Вы там не охренели? А, кстати, может и перешли, мы же, ну, не в общем, не в курсе, что у них там происходит, надо Богачева сейчас в чате спросить, вдруг он нам расскажет, что они уже давно не в Яндексе, а в Озоне работают. Так вот. В Ламоде. Ору, закупаются еще на Ламоде. Микрофоны там новые покупают. Ладно. Общая информация в WebAssembly. C++ код они написали, они выбрали C++, потому что он достаточно удобный и быстрый. Это они так говорят. Взяли компилятор mscripten. mscripten это компилятор, который из C++ в WebAssembly переводится. Что-то на немецком. Вот да, что-то такое. Кстати, здесь опять же есть ссылка на mscripten.org. Давай посмотрим, просто хотя бы угадали мы или нет. mscripten contributors. Так, authors. Здесь миллиард авторов и даже китайцы есть, поэтому бесполезно вникать, насрать. Короче говоря, они написали код. Здесь скриншоты кода из C++. В общем и в целом очень просто здесь они показывают, что есть условно на вход поинты, ну то есть координаты x, y, там они дальше что-то умножают, там высчитывают дистанцию между точками по формуле, соответственно, квадрат разности x плюс квадрат разности y, из этого берут корень. Это оказывается... Кипели мозги. Ну тут вообще да, прям сильно. Короче говоря, вот C++ это считает быстрее, чем JavaScript по их мнению. Все, потом он пишет, как они там на M-скрипт, короче, как модуль, подключают, declare module и экспортят из него соответственно функции. То есть что именно... То есть им-то он в их практическом коде он нужен просто как модуль своей функции, высчитать distance, передать туда point 1, point 2 и получить на выходе number distance между ними. Так вот. И соответственно они дальше начали считать уже бенчмарки. Это же самое интересное. И на полном серьезе веб-ассембле в некоторых моментах, например, в декодировании тайла вместо 3 миллисекунд там типа меньше 1 миллисекунды там доли миллисекунды считается. Парсинг ломаных тоже вместо почти 8 миллисекунд у них одна с небольшим. Парсинг многоугольников не так разлит, чем большие. Уже не по-русски говорить. 6 миллисекунд в javascript парсит почти 2 веб-асм. Ну и короче говоря, суммарно 16 миллисекунд javascript и 4,5 или 5 где-то у веб-ассембле. В общем и в целом он сказал, что на 20-25% время обработки одного тайла в фоновом потоке уменьшается. То есть в принципе на четверть. Но есть, как во всех историях, есть но. Первое это подгрузка этого модуля, точнее его инициализация. То есть когда ты его импортируешь, он как бы инициализируется. Типа хоп-хоп-хоп, шестереночки встают, и ты можно его методы вызывать. Это делается 188 миллисекунд в среднем по медиане. Реально в среднем они несколько раз инициализируют. 188 миллисекунд у тебя задержка перед загрузкой первого тайла. Увидеть глазом почти нереально. Ну то есть что такое 188 миллисекунд? По идее ноль, но вот тем не менее. Они об этом говорят как о проблеме. Не серьезной проблеме, но допустим. Дальше идет размер файл. Без WebAsma 85 килобайт с ним 191. И это при том, что они реализовали только парсик ломаных прямоугольников. Не всех примитивов. В тайле могут быть кроме ломаных и прямоугольников и полигоны наверное какие-то и что-то еще там. Ну прямоугольники это есть прямоугольники. Я умный чуваки, я клянусь. Короче говоря, да, там можно много всякого парсить и они в WebAsma только это реализовали. Причем я так и не очень понял, почему только это, то ли только это умели на C++ писать, то ли только это по их подсчетам должно было быстрее писаться, обсчитываться, то ли просто для эксперимента они две фичи написали, чтобы посмотреть, как примерно это будет. Ну то есть что есть, то есть. Это при этом они еще и выбрали библиотеки на чистом C, потому что если бы был C++, еще бы больший размер появился. Вот. В итоге менее двух процентов время инициализации, то есть ну реально инициализируется не так много, но из-за размера они на полном серьезе не стали это внедрять. То есть короче говоря они решили, что если вдруг вот эти цифры будут выше, чем 20-25 процентов, я правда не знаю, они будут периодически пробовать что ли переделывать как-то это или что-то, но короче говоря для Яндекса на 20-25 быстрее работа Яндекс.Карт оказывается менее критична, чем то, что они дольше грузятся. Угу. Ну там гений уже сядь, что я могу сказать. Причем в чем гениальность состоит? В том, что для этого надо еще штат C++ разработчиков нанимать. И соответственно проект он из одного языка становится проектом на двух языках. То есть с точки зрения крупной разработки энтерпрайзной это уже непозволительно дороже и нахрен не надо. Несмотря на то, что это технологичнее и так далее. Я сразу вспоминаю, как на предпредыдущем работе начальник наш говорил, ребята, мы здесь решаем бизнес-задачи, мы не решаем технологичные задачи, как на хакатоне, чтобы сделать классно, чтобы у всех шишка задымилась. Мы здесь сделаем так экономически выгодно. И вот Яндекс, видимо, тоже в Яндекс картах, видимо, а так-то это был секрет, решают бизнес-задачи, они решают не технологичную задачу, несмотря на то, что Яндекс это достаточно технологичная компания, конкретно здесь речь идет о тупом зарабатывании бабок. и содержать проект из двух языков сильно дороже, и это, ну, как бы, прирост производительности на четверть, это вот не очень. Вот в четыре раза, я думаю, они бы еще задумались, но на четверть так себе. Так что, вот как-то так. Даже этих людей-то, наверное, не примировали, которые это пробовали на WebAssembly. Еще им сказали, вы на что время списали в RedMine? Вы что нахрен, на, вот, но зато статья на хабре прикольная получилась, тут как бы не поспоришь. В комментариях даже никто особо ничего не хренососит. Да потому, что там уже сложно такое хренососить, потому что чуваки начали только формулы погружаться и поняли, что все там. Там еще внезапно хейтинг SVG образовался к теме нашего, так сказать, прошлого подкаста, когда мы обсуждали SVG против Canvas, точнее не прошлого, позапрошлого, мы-то пишем сейчас 18-ый, а речь про 16-ый, так вот. И пишут, что не знаю за Яндекс, отвечу за свой опыт. SVG только в теории красиво, а на практике оборачивается адовой потерей производительности браузеров по итогу жуткими тормозами. У нас есть сейчас SVG на проекте, тоже не скажу за Яндекс, скажу за свой опыт, и рендеринг даже 60 примитивов уже прям ты видишь, как браузер подлагивает и долго рендерит, хотя это всего лишь ректенглы и тексты, текст, ну, текст элемент внутри SVG, вот, поэтому это правда, то есть SVG это красиво и здорово, но по производительности это реально кейв-ит, то есть это прям плохо. Ну окей, нормальная тема, просто мне, знаешь что, интересно, а почему они не могут такие же технологии не только в, ну, перенести, я понимаю, что они, скорее всего, Яндекс карты написали на свифте, ты про что, ты про телефон сейчас? Я, да, я про, я про приложение, да, вот, они не будут, скорее всего, естественно, вот это вот все дерьмо переносить, то есть это было сделано чисто для, чисто для веба, вообще чисто, полностью выжили. Веб-ассембли это в принципе веб-онли тема, это хреновина, которая, это стандарт как бы кусков кода для браузера, поэтому это в принципе веб-онли тема, я думаю, у Swift'а нет проблем с производительностью высчитывания квадратных уравнений, поэтому это все-таки классический язык, вот, поэтому я думаю, что там предельно оптимизировано все по этому. У них там как написано было, ну, то есть такой же обсчет, но стопудово Swift'овые Яндекс.Карты работают быстрее, чем вебовые, по понятной причине. Я в принципе, у меня до сих пор реальное ощущение, что апки больше, чем веб-приложения, нативные апки, я имею в виду, соответственно, поэтому нативные апки лучше, чем электрон, просто потому, что, блин, нативные языки это топ вообще, это очень круто, но это дорого в разработке, поэтому я думаю, отдел, который делает Яндекс.Карты на iOS, они высасывают в сто раз больше денег, чем отдел, который делает Яндекс.Карты на вебе, хотя, кстати, по трафику еще непонятно, ну хотя, как непонятно, скорее всего, все-таки с мобил больше, чем с веба вдруг кто-то не с хрена в карты заходит. Понимаешь, может быть, этот трафик и по-разному стоит, я не знаю, как это подразделяется, может быть, у меня, кстати, есть приложка Яндекс.Карт, ну-ка я туда зайду, что там, есть какая-то реклама вообще, есть там какие-то следы монетизации, следы того, почему, даже несмотря на то, что это приложение дороже, его делают, ну-ка. Яндекс.Карты, заправляетесь в картах, все, сразу реклама заправок, ну, есть следы монетизации некие, пробки, парковки платные, транспорт, все, Яндекс все свои эти, продвигает. У меня почему-то улица Академика Королева открылась. Нормально. Как жить, а? М9 едет, что это, автобус, да, метро Владыкино, Китай-город, блин, не хотел знать. Покажите мне Челябинск, убейте Москву. Почему у меня каждый раз теперь во всех именно приложениях, даже в Дубльгиз я захожу, у меня сначала, сначала Москва, потом меня в Челябинск перекидывают. Что я сделал такого? это вопрос. Нет у тебя идей? Не знаю, не знаю. Блин, в Яндекс-картах даже дома уже объемные, йокарные бывают. Блин, достаточно прикольно все сделано, слушай. Так, да, да, там уже веб-ассембли прямо у тебя везде. Ну и да, работает все быстро и офигенно. Даже офлайн-карты, блин, в нативную интеграцию превращаются, нет, нам не платить. Блин, нам надо на Дубльгиз обратно перезаривать. А вот в Дубльгизе лучше уж, знаешь. Да, и все такие хоп и тупят, они понимают, что это за Дубльгиз, он уже Двагиз называется, да? Смешно. Ну ладно, давай, погнали дальше. Следующая тема будет после того, как я еще раз пописюю. Ни хрена ты, у нас пауза, которую так любят наши подписчики, зрители и слушатели, ну слушайте, давайте прервемся тогда, я оставлю отметку. Давай, я что на 100 поставлю? Да не надо, не надо, писи просто. Ну все, давай. Следующая тема, которая у нас называется что-то типа кризис работы в программировании, на самом деле это тема с хабра, у чувака просто крик души. Она называется «Я больше не хочу работать никогда и ни над чем», но из меня научились выжимать результаты. На самом деле, чтобы понять всю боль, так как это крик души, хорошо бы ее прочитать прям всю, но в подкасте я это делать, естественно, не буду, я просто расскажу без вот этих вот красивых эмоций, скорее даже сухой результат какой-то всего этого. Здесь чувак, негодуя, работает на удаленке, между прочим, работает на удаленке и проклинает свою жизнь и работу в основном. значит, он типа там встает во столько-то, во сколько он там пишет, условно, в 9 утра, а в 10 утра у него уже созвон, митинг, кол. И до этого кола он еще там успевает что-то пушнуть, по-быстрому pull-request, все это сделать, успевает, говорит, покурить, покушать, но там мне начинают звонить раньше, чем нужное время, и он типа максимально с этого, короче, скажем так, максимально ему это не нравится. А не нравится это ему потому, что вообще, если честно, здесь во всей статье тонкой нитью красной проходит мысль о том, что программистам сейчас на работах, ну как сейчас, опять же, просто программистам на работах не дают писать красивый, классный, интересный код, а только требуют от них скорости фичи-фичи-фичи-фичи-фичи. Здесь он много раз грешит на менеджеров, которые постоянно на него типа там то его прессуют, то пытаются его какими-то пряниками там заманить, что, например, там, а мы тебя повысим, а ты это, а еще больше фич, еще больше повысим, э-э-э-э-э-э. И он говорит, я, говорит, это уже просто видеть не могу ничего. И я, говорит, просто уже понимаю, что не могу работать. Я уже, в какой-то момент я начинаю подыгрывать этому всему, и мне уже даже и вроде как и нормально, но это именно у меня защитная реакция, организм срабатывает. Но на самом деле, типа, я просто от этого всего вешаюсь и, короче, делаю только так, чтобы от меня отвязались. То есть, типа, больше-больше делаю каких-то там, знаешь, типа, байки чиню и просто быстренько фичи выпуливаю, несмотря уже ни на качество кода, ни на что, просто делаю больше, как от меня требуют. И как только я вижу, что я больше сделал, мне, типа, зарплату повышают, условно говоря, и тем же самым менеджерам и всем остальным важна только скорость. Причем, говорит, когда ты, допустим, устраиваешься на новую работу, у тебя спрашивают, как ты будешь писать код. А как только у тебя там, ну, как-то классное, про архитектуру, знаешь, правда, это все. А на следующий день, практически после того, как ты устроился, если ты очень долго пилишь одну фичу, тебе говорят, а может быть тебе помочь? Ты там как-то долго слишком у тебя возишься. Там же работа-то на 20 минут, а что ты там два дня-то делал? И, короче, это все, типа, убивает вообще желание нормально что-то делать, соответственно. А типа у чувака, он заранее отвечает, что на какие-то сайт-проекты или на свой проект какой-то, чтобы уже не хватает ни мотивации, ни сил, даже если, говорит, весь день нихрена не делал по работе, все равно как-то совесть гложет и не можешь сесть полноценно за свой проект какой-то, где будешь красиво писать код, все такое. И поэтому чувак максимально говорит, что я вообще понял, что я не хочу работать. То есть вся работа строится вот на таких вещах капиталистических абсолютно, когда чувакам нужно быстрее и быстрее больше фич. Вот. Я, говорит, не хочу абсолютно работать. Хочу только, видимо, ничего не делать. Потому что... Но зато чуваки знают, как выжить в соке. Типа менеджеры знают. Потому что я, говорит, уже смотрю им. Для меня уже 200 тысяч зарплата, типа он здесь пишет. Это типа то, ради чего я, ну, может быть, жопу подниму, чтобы писать быстро фичи пилить. Иначе меня типа уже ничего не устраивает. И, короче, типа очень грустный вот такой результат, вывод. Вот примерно об этом. Примерно об этом, короче, статья. Как ты смотришь на такое? Довели как-то чувака. Вот. Я, в общем, слышу знакомые нотки, причем не от себя, а от одного из своих коллег. Он останется неназванным. Я как раз с ним сегодня разговаривал по поводу... Я практически как менеджер спрашивал у него, когда там чё, как. Вот. А возможно, он на полном серьезе очень круто что-то пишет. И зря я у него там что-то интересовался. У него, возможно, обрубило. Вот. Тем более, он как раз часто шутит по поводу того, что пойду обнулю резюме. Вот. И как бы, да. Но я, я, в общем, понимаю, чем присытился чувак, почему именно его довели там и так далее. Вот. Я только не понял про 200 штук еще раз. То есть... Он говорит, что, типа, я уже настолько зажрался, что меня могут заманить только баблом, под поднятием бабла. Я вот сейчас найду, где он про 200 тысяч пишет. Так, ну-ка назад. Две... Как бы это загуглить-то? Там все про 200 тысяч ему в комментах начинают писать. Глянь, ну-ка, ну-ка, сейчас я найду это в статье где-то. Где же это было-то про 200 штук? Я это так сказал, короче, саму фактуру я охреново помню. 200. Да, это не так работает. А? Да что ж такое-то? Тут топ коммент, чувака подосадили, что, типа, он работал, ну и работает в других компаниях, где слово estimate он даже ни разу не слышал за два года работы. Да, ему ответили, что, чувак, ты просто смени пару раз работу и, может быть, найдешь что-то нормальное, что там чуваку одному повезло. а может быть тысяч? Там кто-то про 70 тысяч пишет в комментах. Блин, тут, к сожалению, много пишут про бабло и кто-то про 20 тысяч пишет в комментах. Это же страшнее. Ну ладно, в общем, видимо, не найти. Когда я 200 ищу, тут вообще немного другое. Да, да, да. А может быть, надо цифры, кстати, написать? 200 тысяч в месяц там все удивляются. Короче, что-то я тоже не могу найти. В общем, там что-то было про 200 штук, но я теперь не могу это найти. Короче, главная мысль в том, что его только бабки уже мотивируют максимально что-то делать. Не то, что вот он балдеет от своей работы программистом. А вот ты давай уж наваливай бабла тогда, раз ты хочешь фич. Я буду там что-то тебе пол-реквестить. Ну, мне просто кажется, вот с со стороны, что чувак не тем занимается, чем ему надо заниматься. Ну, то есть, я понимаю, что он бабки хочет зарабатывать и все такое, и сейчас как бы программирование достаточно востребованное дерьмо. Вот. Но, блин, мне кажется, прожить жизнь, не наблевав от нее, ценнее, чем просто бабки зарабатывать, я бы так не смог. Ну, то есть, я на полном серьезе, я получаю удовольствие от того, что я делаю. Я не люблю, когда на проекте нету определенности, то есть, когда ты что-то делаешь и непонятно, зачем ты это делаешь, и не видно конца и края, то есть, когда какие-то есть эстимейты, как-то что-то, но каждый раз вот из ниоткуда там требования внезапно какие-то новые приходят. когда нету внятного бэклога, типа там на 200 задач, ну, условно, 200 задач, это, конечно, общо, но ты понимаешь, о чем я. Когда у тебя есть роудмэп, согласно которому ты точно знаешь там на год, на два, на три вперед, какие фичи должны быть реализованы, ты как-то это планируешь и когда реально возможно работать в agile. А когда у тебя приходят каждую неделю новые требования, которые порой противоречат тем, которые пришли неделю назад и так далее, вот меня вот это выматывает. То есть, я начинаю терять смысл в этом всем, потому что это не программирование по сути, а это какое-то тупое говно, тупого говна. Но я не знаю, здесь вроде не прозвучало вот этого именно, в том, как ты это сказал. Вот. То, что он наблевал от Excel и от капитализма, ну, ты типа что, его заставляют быстрее и быстрее и только фичи-фичи, что наплевать, как это именно должно быть и должно работать. Это, в общем, реальность и как бы, это знаешь, как если бы ему опротивило, что надо срать в жизни. Ну, блин, ну надо срать, чувак. То есть, в программировании, да и в любой работе всегда будут считать бабки. Даже в Яндексе в условном там или в каком-нибудь Apple. Если ты будешь просто в свое удовольствие пилить там новые Apple-карты, то они уже никому и не нужны. То есть, если с тобой договорились о том, что ты их сделаешь там к такому-то дедлайну, их обязаны будут продать там к этому дедлайну, подготовят презентацию, а ты не сделал. То, что ты их пытался сделать наиболее там продуктивными и каким-то производительными, все уже, люди их не купили. Ты сделай МВП, как, собственно, и были Apple-карты изначально, а потом накручивай их, наделывай. И на самом деле мне даже и прикалывает вот эта вот нужда постоянно именно когда есть роудмэп. Я не буду противоречить по биполярочке тому же, что я сказал пять минут назад. Когда есть внятный роудмэп, когда что-то, мне нравится вот это вот лавировать. Типа сейчас мы вот так выпускаем, а потом еще допиливаем, доделываем, и в итоге как бы и ты счастлив, потому что ты реализовался как программист, ты сделал как ты хотел и так далее, но ты как бы и в реалии встроился, и от этого лично я даже больше кайфую, что не то, что у меня идеальные условия, я делаю как хочу, в какие сроки хочу и так далее, а то, что я и бизнесу, так скажем, угодил, и при этом классно сделал, и вообще и вот он я весь красавец на белом коне въехал и выехал. Это круто. За это я готов тоже как бы ну получать деньги, но блин, а это приносит удовольствие, я бы это ну ни на что не променял. Если бы я вообще полностью не получал удовольствие от программирования, я бы не занимался, мне так кажется. Видишь, он поэтому и пишет, что я больше не хочу работать, потому что он понял, видимо, что осознал, что работа она вся такая, просто опять же, работа это же вот всегда про не самое приятное, то есть может быть у кого-то есть работа и приятная вообще до свидос, но в основном любая работа, практически любая, связана с тем, что тебе что-то надо делать, а ты этого не хочешь делать. Даже если ты ютуб-блогер, даже если ты там, не знаю, рок-звезда. Потому что даже если ты рок-звезда, тебе хочется все-таки типа там употреблять наркотики, а тебе надо еще и песни писать, оказывается. Или там на концертах выступать. Гастролировать, да. Да, то есть вот такая всегда не хочется, короче, это делать, это всегда работа. Поэтому на работе, к сожалению, да, в натуре. Вот если ты действительно не хочешь работать, с другой стороны, попробовал бы этот чувак не работать, но у него там, правда, дети и жены, но даже если бы он вот один был бы и попробовал бы не работать, посмотрели бы, как бы он вообще себя, как бы он завыл, так скажем. Тут сложно сказать, насколько все-таки он в этом плане экспериментировал и говорит о том, что он... То есть я понимаю, если он типа до этого экспериментировал, такой, блин, короче, да я, да я... Вот когда не работал, было классно в жизни. Тогда да. А тут он просто мечтает. Вот если бы сейчас не работать, во-первых, а во-вторых сейчас бы еще работу, где все нравится, классно. Это, ну, такое. Я считаю ответственность за то, чтобы найти работу, в которой все нравится и классно, только на нем и лежит. Поэтому, ну, камон. Если ему так не посчастливость, это он не доработал. Я не хочу ни в коем случае там злорадствовать или как-то что-то, но кроме него никто не поднимет жопу и не попытается найти компанию, в которой все норм. Или там не попытается найти высокооплачиваемую работу в той сфере, в которой ему действительно понравится. То есть это, блин, всецело полностью его, так скажем. На его плечах, да. Жена за него не найдет, и мы за него не найдем. И компания его какая-нибудь очень классная, дружелюбная, вряд ли найдет. Скорее, проще самому найти эту компанию, я думаю. Вот именно. Поэтому мы Фил Пакарту желаем, чтобы у него вот это прекратилось, потому что я больше не хочу работать никогда и ни над чем. Это плохая мантра. Возможно, плохая. Ну, по крайней мере, в современном мире можно, конечно, и в горах жить с ногтями до пяток. Но, если хочешь цивилизацию, телефон там хочешь иметь или смарт-кейс к этому телефону. Смарт-кейс к этому телефону, да, то придется, к сожалению, работать, пойти. Что там CSS Tricks говорит в следующей теме? А, кстати, ничего, потому что перед этим нам говорят подписываться на Patreon. patreon.com slash uwebdesign это наша платформа, где вы можете нас поддержать. Заходите на patreon.com slash uwebdesign, выбираете какой-нибудь pledge, то есть, сколько вы хотите нам занести, бабла, выбираете. Например, вы просто хотите слушать только Pre-Show, а остальное вас не интересует. А у нас есть, кстати, Pre-Show, я вам напомню. Pre-Show, где мы просто что-то болтаем перед подкастом, разогреваемся. Вот если вы хотите этот разогрев тоже слушать, то можете подписаться за один доллар на Patreon. А если хотите чего-то такого из списочка, горяченького, там есть различные позиции, то посмотрите их. patreon.com slash uwebdesign. Не проходите мимо, узнайте, как можно нас поддержать, заходите, посмотрите, подпишитесь. Ну, даже и нечего добавить, кроме того, что когда мы с тобой начинали Pre-Show записывать, только 49 патронов продлили, а уже сейчас 51. Опа! То есть, не зря, не зря говорим, получается. Прям на дрожжах, на глазах растут. Вообще, я тебе честно поделюсь при всех сейчас, что вот я не смотрю на циферку Per Month, она мне менее важна, чем циферка Patrons. Ты имеешь что, не столько количества, сколько качества. Не столько количества денег, сколько количества людей меня интересует, потому что это просто это количество людей, которые не засали. Да? Которые просто пошли и переступили через вот эту вот границу того, что ой, блин, я на чужих сайтах не вожу там карточки, ой, там я нет, какие подписки, я пират, я все пират. Вот не пираты, 51 офигенный чувак, который пусть 1 доллар, 1 доллар, это вообще что? Это вот что? Это меньше, чем, я не знаю, сникерс. Больше, конечно, я не буду врать вам, 1 доллар это 2 сникерса. Но не важно, это 2 сникерса, чуваки, или 2 твикса, или 2 баунти, если вдруг вам мужчины нравятся. Поэтому, блин, я считаю, что это то, что просто вот сегодня предположительно воскресенье, вы смотрите это в премьере или пятнице, например, начните следующую неделю новую жизнь, занесите нам 1 доллар. Просто вот не засыте, возьмите это как протест всему обществу современному капиталистическому. Вот именно, вот именно. Абсолютно, зачем эти капиталисты на patreon.com и веб-дизайн. Вот именно. Спасибо вам заранее. Теперь узнаем, что сесса стрикс нам толстые капиталисты, что нам хотят сказать. Да, я как раз написал капиталистам по поводу нашего мерча, забываю второй день им написать, спросить, сколько с нас. Вот. The thought process behind the flexbox layout. Сам Крис Койр, сам в кепочке 26 числа, то есть буквально неделю назад, нам написал статью. Еще, говорит, вот я подумал и еще мысли про flexbox. Прикольная статья, у нас еще в бородатые года был ролик целый про flexbox, который, в общем, в принципе, плюс-минус актуален до сих пор. Вот. Он говорит, вот я, говорит, посидел, подумал, а что вот вообще может flexbox? Мы же, говорит, вот для чего вообще его придумали? В основном для того, чтобы просто два элемента расположить в одну линию. Ну, типа, можно зафлотить по старинке, но давайте, говорит, попробуем вот зафлексить их по Riccardo. Делаем дифф с классом parent. Слушатели, просто представьте. Примерно так же представьте, как на темке про редизайны. Я вот знаю, это же ваши любимые темки про редизайны, они же так слушаются офигенно. Так вот, есть дифф с классом parent, в нем внутри два child. И вот мы на parent накинули дисплей flex. Child сразу прижались друг к другу. Они не заняли при этом стопроцентную, так скажем, ширину родителя. Вот. Но они просто как бы нанизались как шашлычок один за другим на линию. Мне всегда именно, когда я запоминал раньше, когда только разучивал flexbox, его синтаксис и так далее, я представлял, что сама линия, сам flex это шампур и контейнеры дочерние, они как мяско нанизываются на него. И если мы делаем вертикальный flexbox, то, соответственно, это вертикальный шашлычок. И оно нанизывается сверху вниз. Как бы вот в таком это аспекте. Нормально. Так вот, дисплей flex мы на parent накидываем, коробочки, то есть контейнеры прижимаются, здесь просто box они называются, поэтому я коробочки их назвал, не думайте, что я сбрендил. Шашлычок. Вот, если мы делаем ширину 100% у parent, то коробочки все равно не занимают пополамно. Одна из основных фич flexbox, то, что дочерние контейнеры, они распределяют между собой соответственно пространство, и если там мы у них контент увеличиваем, то они там двигаются, подвигают друг друга и так далее. Так вот, мы сделали 100% у parent, а дочерние они все равно сгруппированы как шашлычки в самом начале, они не размазаны по всему шампуру. Вот, ну и тут Крис Койр именно размышляет, может быть добавить with 50%? Ну тогда говорит, зачем мы flexbox он должен сам высчитывать ширины, потому что эти магические числа в CSS это уже слишком олдскульно. Ну говорит, мы вспоминаем, что на child можно накинуть свойство flex, вот, и ему присвоить единичку. Это означает, что у всех child соотношение один к одному. То есть мы могли на первый накинуть flex 2, а на второй flex 1, тогда было бы соотношение 2 к одному. Если мы на всех child накидываем flex 1, соотношение один к одному. Все, окей. Соответственно, дочерние контейнеры пополам делят весь родительский. Все как бы как и задумывается. Ну говорит, мы идем дальше, накидываем 3 child, внутри каждого есть заголовочек и параграф простой, вот, и соответственно при flex 1, они делят все пространство на троих, потому что мы у всех троих child сделали соотношение один к одному. То есть они просто на 3 поделили как бы и все классно. Ну говорит, блин, что-то как-то тупо. Несмотря на то, что у нас высоты у них тоже одинаковые, то есть не как у флотов. У флотов, когда мы их прибиваем просто флот лев там трик друг к другу, у них высота не делается по самому высокому. Она у них именно висеками такими, такой рубленной лесенкой получается. Здесь нет, здесь у каждого дочернего элемента высота равна высоте самого высокого. То есть они именно полностью весь шашлычок заполняют, они не висят одно мяско длиннее другого, как бы и да. Вот. Это, конечно, классно все, но, блин, у нас вот один из параграфов типа, ну, широкий. Как-то бы вот так подтянуть, чтобы все-таки все кусочки были примерно одной высоты, вот. А тот, который пошире, он просто пошире побольше места занял, ну, короче, чтобы они как-то автоматически подстроились друг под друга. Вот. Можно, конечно, flex basis предложить 33%. То есть, ну, опять же, мы вдруг циферку напишем, нихрена не помогает. Flex 00 33% тоже не помогает. Ну, и, короче говоря, надо сделать width 33% и flex shrink 0. Тогда они все три будут одинаковые и появится прорезь. Вот. Короче говоря, по умолчанию он их группирует, чтобы они убористо выглядели. Но если мы хотим именно три фиксированных, потому что, ну, мы же начинали с того, что мы хотим одинаковую ширину, сначала сделали flex 1, а потом, когда уже, ну, накидывается больше контента, он их подстраивает по ширине. Чтобы зафиксировать, все-таки приходится писать вручную width 33%, ну, и flex shrink 0, просто для того, чтобы их именно разделить на три явно. Вот. Чтобы говорит... Так. Угу. Я просто сейчас посмотрю. Ну-ка, посмотри. А, он еще говорит о том, что если вдруг длинные слова, а у нас узкие колоночки, то они могут сильно не вмещаться, поэтому мы накидываем word break break word, чтобы длинные слова разрывались переносом, и делаем hyphens авто. Hyphens авто проставление дефисов, у таких разрывных слов. Когда я писал какую-то статью, я когда-то писал статью на предыдущий сайт про hyphens авто, это работало только в Safari и где-то еще, то есть оно не везде просто работало даже. И еще и даже в каком-то из браузера оно абсолютно не в попад переносило не по правилам русского языка. Вот, я не знаю, можно сейчас посмотреть на Кэна Юзи, даже посмотрю прям в прямом эфире, зрители смотрите, слушатели представьте, hyphens пишу, hyphens так, слушатели представляют, да, ну в принципе, в принципе не почти поддерживается, в опере до сих пор частичная поддержка, на винде нет, только на андроиды, а на маках. И на маках. Вот, соответственно и в хроме то же самое, то есть это хромовый баг, который как бы и в опере тоже длится. Во всех эджах, интернет-эксплорерах начиная с десятой версии, в фаерфоксах начиная с шестой версии, с сафари тоже начиная с пятой, все поддерживается. То есть именно в хроме, я помню, я помню, что было какой-то бред, вот в хроме до сих пор именно в хроме на винде и во всех хромоподобных браузерах не поддерживается дефизация. Это смешно, но вот как бы что есть, то есть. Что имеем, то имеем. Да. Вот. Потом говорит, блин, мы же можем с помощью Flingsbox'а просто сделать, чтобы, короче говоря, он, те, которые висяки, он просто их, как тебе сказать, блин, как вот описать словами то, что произошло, чтобы он один из дочерних контейнеров перенес на следующую строку, чтобы более убористо это смотрелось. Так, нормально сказал? Нормально. Особенно слушателям, которые представили. Вот да, чтобы длинное мяско, которое одно торчит, его просто на отдельный шампур нанизать, и в итоге оно будет меньше вертикального места занимать, чем один шампур с длинными висяками вниз. Это достигается с помощью свойства FlexRap со значением Wrap, соответственно. То есть, мы как будто бы переносим контейнеры. Вот. Это не дефолтное поведение, дефолтное NoWrap, соответственно. А Wrap, это если мы хотим контейнеры переносить на следующую строку, как будто бы, то есть, на следующий шампурик, вот, но, ну, как бы, он автоматически это подтягивает. Вот. Ну и, короче говоря, опять же, Крис Койр балдеет от того, что дефолтное поведение это Stretch, вот, это то, что у них высоты выравниваются. Высоты на одном, на каждом ряде одинаковые. Причем оно только для каждого ряда сохраняется. Справедливо. Да, условно на первом ряду все одинаковые, и на втором одинаковые, но высоты первого и второго ряда могут не совпадать. Они и будут, скорее всего, не совпадать, если у вас только не одинаковые контейнеры везде сделали. Вот. Дальше он рассказывает про фичу Order, то есть, переуказание порядка. Это фликсбоксовая фича, и он именно к третьему Child накидывает Order минус один. Соответственно, контейнер Love, который на третьем месте, он встает на первое место. Потом он тут же осекается, что, блин, как-то это тупо, когда в разметке у тебя один порядок, а в верстке другой. То есть, это реально, это максимально сбивает с толку, и практически, в общем и в целом, практического смысла в этом нет. Почти всегда, когда вы это делаете, скорее всего, вам не надо этого делать, надо как-то по-другому решить эту проблему. Но в общем и в целом такая возможность есть. И это мы еще даже тут не говорим про accessibility, про которую модно говорить. То есть, типа для людей, у которых скринридеры или какая-то другая штука, они-то будут читать в том порядке, в котором в HTML записано, а не в котором у вас сверстаны. Если вы вдруг именно хотите, чтобы у вас именно Love был на первом месте, то уж как-то потрудитесь сделать, чтобы он и в HTML был тоже на первом месте. Вот. Так что да. Дальше он говорит про flex basis 100%. Так. И, соответственно, он делает, чтобы мы и order минус один сделали наверх, но чтобы вот этот wrap, то есть перенос контейнеров, все-таки не влиял именно на тот, который мы перенесли. То есть мы делаем flex basis 100%, что именно этот третий элемент мы на end child 3, это накиды, занимал 100% шампура. Типа дальше переноси, как переносится, но вот это вот 100% шампура. То есть этому мы выделяем типа весь ряд. Вот. Ну да, он только тут он говорит о том, что скорее всего, если вы так делаете, то надо что-то менять в жизни. Вот. И не делать order минус один, но тем не менее, как proof of concept в общем работает. Вот. Дальше он вспоминает, что есть flex direction column. по мне вертикальный шашлычок. Вот. Это про него все. Вот. Ну и соответственно он parentу накидывает дисплей блок просто после соответственно уже этого. когда на телефон. Ну нет смысла на телефоне делать вертикальный flexbox, если можно просто сделать дисплей блок, а именно когда уже вышли на десктопный вариант, только там применять соответственно уже flexbox. Вот и все. Ну и он в конце говорит, блин, с flexbox можно делать много всякого, ня-ня-ня, мимими. Что он именно сегодня решил поговорить про flexbox непонятно. Вот. Мне в общем и в целом прикольнуло то, что Chris Coyer здесь зафичерил даже один комментарий звездочками. Угу. Вот. И соответственно этот чувак, чтобы ты понимал, он соответственно выступает за то, что вот эту фичу order-1 ее можно иногда во благо использовать. Вот. Если, например, мы хотим преамбулу разместить чуть-чуть раньше, чем заголовок, вдруг нам надо в повествовании. Вот. А типа скринридеричи, они уже скучные, им этого и не надо. Они как бы с заголовка начнут. Они же, ну, блин, преамбулу, может быть, долго придется читать. Ты все равно, когда видишь преамбулу, у тебя невольно глаза скользнут до заголовка, ты увидишь, в общем, что там там про кровь кишки или там наоборот про песиков, и будешь уже читать преамбулу, как сказать, как режиссер задумывал. А скринридеричи придется прослушать целый абзац хотя он, может быть, и хотел про песиков, поэтому, ну, как бы для него важно, чтобы заголовок был на первом месте. Вот про это зафичеренный комментарий. Вот. А так, в целом, как бы, такие дела. Чего скажешь? Ну, во-первых, я скажу, что жрать захотелось из-за этой темы. Там шашлычки, блин, шампуры постоянно. И поэтому, собственно, Крис Куэр и взялся, потому что он-то тоже жрать захотел, и такой думает, может, про фликсбокс хоть написать. Мне понравилось. Мне понравилось, что на самом деле Крис Куэр не с хрена отряхивает. То есть, он мог бы, допустим, углубиться в CSS Grids. Почему нет? Но он почему-то взял фликсбокс. Видимо, он любитель фликсбокса. Вот. То есть, в этом отношении. Видимо, он выбирает здесь сторону фликсбокса. Если бы была бы война, и было бы две армии, фликсбокс и CSS Grids, то он, возможно, был бы на сторону фликсбокса. Хотя CSS Grids были бы совершенные технологии, и фликсбокс бы еще с копьями бегали. Вот да, CSS Grids, это уже клоны с бластерами. Да. Но, тем не менее, вот он как-то по старинке тепло лампово разобрал. Это круто. Слушай, старинка, смотри, а вот такой момент. Ты когда изучал недавно верстку, тебе вообще как фликсбокс легко давался или нет? Мне вообще не показалось, что трудно. Мне показалось, что какого хрена это раньше не изобрели и не ввели. Ты знаешь, мне казалось, что вот до того, как фликсбокс вообще был во всех браузерах, стал, вот верстали вот этими знаменитыми классическими лэфтами и райтами, было как-то не очень, честно скажу. Причем, не всегда было понятно поведение блоков. То есть, вроде как в один раз сделал все нормально, они сбились все в левую сторону, а те, которые не надо, перенеслись. Ну и там сделал специальный перенос. Я помню, вот это все делали. А вроде как в другой раз то же самое делаешь, а нет. И там все влияет на них, там начинается, короче, страшно. Но кто помнит, короче, как это было до фликсбокс, те знают, как это вообще верстать вот этими всеми лэфтами и райтами. Короче, и мне фликсбокс показалось настолько гениально просто и почему это не сделали сразу же в браузерах? Потому что, казалось бы, это же нужно. То есть, это такой стандарт де-факто какой-то должен быть в браузерах, когда у тебя блоки друг за другом идут. Ну, я согласен, что он напрашивался, в общем, сразу. Возможно, как бы у браузерных вендоров были какие-то вопросы с реализацией. Что касается... Да, я, может быть, как-то сильно не использовал и каких-то камней подводных не увидел, но мне показалось, что очень просто было в изучении. Ты что думаешь? Действительно, там действительно, но несложно, особенно базовые вещи. То есть, там выучить вот эти все именно шринки там и прочие Flexbox Directions, они как бы, ну, ты вряд ли их сразу все заучишь, будешь подглядывать там и будешь про некоторые фичи Flexbox забывать. Здесь он же не говорит про Flexbox Align или про Align Items у Child элементов. То есть, именно как они выравниваются там по центру, по правому краю и так далее, там на самом деле много всяких фич, вот, про которые я не сказал. И да, это прикольно. Есть микро шанс, CSS гриды, в общем, тоже не сильно сложнее, вот, они просто немного про другое, и мне они больше нравятся, просто, ну, как сказать, они прикольные, там можно прям вот сделать какой-то лейаут и прям, хоп, и элементики в нем появляются, а если не заполнил, то и не появляются, а там пробельчик. Как-то это вот, это настолько ордер, настолько порядок, когда у всех есть свое место, и даже если там контента на этом месте нет, место все равно за этим контентом, остается нам пробельчик. Вот это какая-то такая метафоричная, прикольная штука, мне она нравится, CSS гридах. Уже кайфовать. Вот, да. А Крис Кори, мне кажется, посмотрел, что просто он проанализировал, так, по флексбоксам у меня много заходов постоянно, напишу еще что-нибудь, выдавил просто про флексбокс, и сидит, и считает рекламные денежки. Тем более, обратите внимание, у него всегда, абсолютно всегда в поиске вверху, у него плейсхолдер поиска, например, флексбокс. Как будто бы именно на CSS Tricks больше всего ищут про флексбокс. Скорее всего, так и есть, видимо, это прям его тема, и мне кажется, он будет выдаивать. Если сейчас посмотреть, сколько по тегу флексбокс постов, то их там будет миллиарды, хотя нет, всего 26, но, возможно, с завидной регулярностью именно про флексбокс и есть. Возможно, самые просматриваемые как раз таки. Кстати, да, может быть, и самые просматриваемые в том числе. Это логично, это актуальная тема, она нужна всем, и она не очень сложная, и из нее выдаивать можно выдаивать и выдаивать. Ну, вот мы и увидели, как крест-кор выдаивает. Да уж. Можем, в принципе, начинать двигаться дальше. Да, финальная тема сегодняшнего подкаста, перед тем, как мы разберем классическую тему обойки и назовем героев, это как booking.com взламывает пользователей, в кавычках, используя когнитивные искажения. Я когда прочитал, я понял, что в натуре взламывает. Если хоть раз вы были на booking.com, вы все поймете, особенно если вы вгрызались и что-то там пытались забронировать еще. Booking.com это, кто не знает, сервис для того, чтобы забронировать жилье, поехать куда-нибудь, и он достаточно популярный. Если вы вдруг не знали, то это странно. Иначе вы вообще не выбираетесь в бирологии своей. Не будем сильно сравнивать с знаменитым Airbnb, хотя можно чуть-чуть. Пару параллелей я там скажу. Booking.com он выглядит не так современно, как Airbnb, но зато достаточно психологические влияния оказывает на вас. Например, чувство страха и эффект дефицита. То есть, Booking.com так заставляет вас покупать побыстрее, что вот давит на определенные вещи. Например, чувство страха такое, как рядом с каждой ячеечкой квартиры, там, где действительно нужно, пишут, вы не успели. Вот там, где вы могли бы забронировать, но уже кончилось, они это все равно показывают в поиске, вот эту квартиру, вот эту недвижимость. И пишут, вы не успели, ваши даты популярны, здесь у нас закончились номера. Посмотрите, другие варианты ниже. И ты такой, твою-то мать, в натуре идешь быстрее бронировать, чтобы везде было, чтобы везде не было вот этого вы не успели красным. Кроме этого, они пишут еще жестко, на нашем сайте остался всего один такой номер. Скорее всего, там еще сортировка такая, сначала вам покажут, что вы не успели, а потом следующее, на нашем сайте остался всего один такой номер. И ты такой, ё-моё, его бронирую быстрее, а он еще и дорогой, наверное, какой-нибудь. Соответственно, страх... Или просто именно тот чувак, который этот номер продает, он премиум проплатил. Он премиум проплатил, да. И у него всегда показывают, что это последний такой номер. Ха-ха. Ну вот, либо такая надпись, как «Количество свободных мест в Тбилиси на вашей дате ограничено. В 62 отелях наподобие этих нет мест на нашем сайте». То есть, прям такие страшные вещи пишут. Может, это перевод такой, просто костистый, но выглядит очень страшно и хочется сразу забронировать. На самом деле, например, у Airbnb, которого мы параллели не сильно будем проводить, даже пуши есть на эту тему. То есть, там таких вот красных заголовков страшных нет, но есть пуши, типа, вот на ваши даты, там, типа, очень большой спрос, идите забронируйте. Что-нибудь. Такое бывает. А как он узнал, какие твои даты? Я что-то не понял. Если ты в поиске вводил, последний поиск он чекает и такой, ну, твои даты там что-то. И прям в телефон пушит. Прям тебе пушит. Хотя, знаешь, может быть, просто балдел, я, может быть, никогда туда и не поеду в жизни. Ну, просто что-то вот хотелось посмотреть, сколько будут хаты стоить на какой-нибудь там, на Мальте. Не поеду-то никогда, возможно. Но он такой, а вот, кстати, на Мальту, кстати, на Christmas, на какой-нибудь, там, досвидос, чё? И ты заходишь, и твою мать, на ту и досвидос, чё? Давай так, ты знаешь хоть, где Мальта? Это, это остров где-то в Европе? Это остров в Европе? У меня какая-то, с ним что-то связано. То ли в какой-то игре ты с Мальты начинал и куда-то там плыл, ехал. То ли в какой-то... В каком-нибудь Джеймсо Бонде, может? Не, не, не. Типа в Age of Mythology Аркантес, главный герой, по-моему, с Мальты, или типа того. Угу. Загуглю, пока ты дальше говоришь, то ли этот какой-нибудь Одиссей, ну нет, он с Итаки был. Нормально. Мне нравятся твои параллели. Так вот, следующее. Чувство жадности порождает у нас booking.com. А, например, большие баннеры на недвижимости бесплатное повышение категории номера. Или там, бесплатное повышение категории номера для джинниус-гостей. Если ты джинниус с мемов. И ты такой, блин, ни хрена, можно скидку получить. Ну, это вроде не сильно жадность, но тоже. Эффект социального одобрения подогревает booking.com, когда написано там, типа, хит-продаж в таком-то городе. Там, блин, это все выбирают именно это. И такой, ни хрена, в натуре. Хороший вариант для пар. Этот вариант оправдал или превысил ожидание 97% гостей. И ты такой, ой, блин, в натуре, это классно. Боязнь потери. booking.com у нас порождает. Например, вот здесь вот есть к недвижимости подписочка. Никаких рисков позже можно отменить. Так что, успейте забронировать сегодня по этой отличной цене. И ты такой думаешь, блин, сейчас я забронирую, а потом никаких рисков, если что. Hilton Garden, вот этот ин. Забронируй, балдеешь. Кредитная карта не требуется. Отправим вам электронное письмо с подтверждением бронирования. Только забронируй быстрее. Вот. В принципе, все здесь из-за таких. Больше всего меня, конечно, первый пункт поразил про то, что я вот действительно я видел эти красные надписи, но я всегда на них реагировал именно как на то, что да-да-да, в натуре надо быстрее смотреть. То есть, на тебя прям работают. Да, на меня работают до свидос, я никогда это не, никогда не вдумывался, что чуваки просто меня подпинут под жопу, по сути, такими надписями. А сейчас я это вижу и я даже специально не буду быстрее. Я специально медленнее буду все выбирать. Хотя я на Booking.com ни разу ничего не заказывал, но вдруг придется. Но теперь я не собьюсь. Ну, слушай, вот именно, насрать на этот Booking.com вообще. Он выглядит как LinkedIn какой-то. Ну, LinkedIn только для недвижимости. Вот, поэтому как-то даже и не хочется после Airbnb. Вот. У меня для тебя несколько новостей. Во-первых, Аркантус, он с Атлантиды из Age of Mythology. Так. Во-вторых, я не могу нигде найти упоминания Мальты в литературе и так далее и тому подобное. Откуда, блин, я знаю-то про нее? Может, ты смотрел какую-то все-таки программу? Нет, это что-то из детства. Я тогда еще программы не смотрел особо. Вот. Это не то, что я сегодня видел на Travel Plus Adventure и по деменциям забыл. Нет, это что-то реально из детства. Я их такое поверю. Ты-то думаешь, что это из детства, а это сегодня с утра было. Ору. Ну, нет, нет, это реально что-то из детства. И, возможно, я много всяких книг пиратских читал, но там всякий наследник из Калькутты и так далее. Калькутты это около Индии. Ну, пиратские книги читать это как бы нормально, так сказать, можно. Сможно. Одиссея, Капитана Блада и так далее. Может, Капитан Блад с Мальты? Может быть, если ты фанат Капитана Блада. Я просто не очень фанат его. А, я фанат, я все прочитал. Вымышленный пират, главный герой серии книг Рафаэля Саботини. Ну-ка, секунду. Это важно. Я хочу, чтобы все увидели и услышали мое именно... Это просто один большой пиар Мальты сейчас у нас происходит. Но было, чтобы потянуть время на Мальте. А почему... Вот ты ведь про нее, да, ты же про нее почему-то сказал. Почему-то, как почему-то. Например, на Мальте. Нам мэр Мальты, между прочим, занес. Президент Мальты. Это, наверное, целое государство отдельное. Ну, нет, он из, блин, Ирландии. Я про Капитана Блада. Премьер-министр Джозеф Мускат. То есть, там есть чувак. Мускатный орех, возможно, он употребляет. Вообще, мальтийский сокол, если мне не изменяет память, во-первых, это кино детективное, во-вторых, в первом Фоллауте так бар назывался в городе Хаб. Вот, по-моему. Да, мальтийский сокол Фоллаут. Ну, блин, нет, это все равно не об этом. Это именно что-то с Мальтой было связано. Блин, я теперь не усну, пока не буду. Я прям реально после того, как мы подкаст закончим, я буду дальше гуглить. Да, вот так я тебя засадил. Я практически по началу я забрался к тебе в мозг, узнал, и ты такой, блин, где же я в Мальту-то? А я сегодня ночью как бы прокрался. На самом деле, Мальта, это по сути дополнение к какой-то стране сейчас, я думаю. Ну, то есть, они с кем-то очень сильно дружат, и там, скорее всего, язык какой-нибудь типа, с чем они рядом? Что-то итальянское, оно под Сицилией прям находится. Ну, вот, то есть, это по сути просто дополнительная итальянская тема, только, чтобы туда еще попасть, надо через границу, там, какие-нибудь документы, хрененты. Вот, но по сути, это такое что-то красивое, во-первых. Во-вторых, ну, ты попадаешь на остров, на котором вокруг, по сути, какая-то викторианская эпоха еще. Это отдельный кайф, мне кажется, на Мальту поехать. Но на самом деле, я никогда не рассматривал поездку на Мальту, потому что я чувствую, что это будет дорогая хреновина, скорее всего. Да, если это популярное какое-нибудь тур направление, ты знаешь, когда ты идешь по Челябинску, и в турфирмы, которые в Цоколе пятиэтажек находятся, у них на цветной бумаге распечатаны А4-е листы, сколько сейчас стоит в Крым, сколько сейчас стоит там куда-нибудь попсовые места, типа Кипр, я не знаю, какой-нибудь Гуа и Доминиканы. Сейчас все Доминиканы очень сильно почему-то пиарят, не знаю, почему какое-то новое такое туристическое направление. И вот Мальта там рядом тоже должна быть. Мне кажется, это попсовое достаточное направление, то есть это не Сейшелы, но в общем как бы тоже такое, известное как-то и что-то. Просто я бы перед этим сначала во всю Европу съездил, перед тем, как ехать на саму Мальту. Мальта это как бы уже такой, когда ты все посетил, его хочется чего-то новенького такого. И тогда, ну да, давай на ту и на остров поедем. Потому что это, мне кажется, для любителей пляжного отдыха, наверное, я не знаю, может быть там на Мальте, опять же, если бы кто, я вспомнил, с каких это книг, там может быть какой-нибудь лабиринт с Минотавром, опять же, по Криту. Вот. Ну, то есть там может быть есть достопримечательности, но кажется, что это просто, ну, именно отдых для пляжных чуваков. А ты, я же всю Европу посетил, она обычно континентальная, вся Европа, поэтому это принципиально два разных вида отдыха. Но... Тогда да, если это в натуре, как типа в Турцию покупаться съездить, тогда может быть это действительно популярно. А если это штука, где нельзя купаться, знаешь, где вокруг корабли, вот как, например, в Стамбуле, ты там не очень покупаешься, где? То это порт, конечно, да. Но там особо и русских, кстати, мало в Стамбуле по сравнению с каким-нибудь с этим, ты понимаешь, чем. Даже Кипром. Угу. Поэтому, да, Мальта. Мальта, в общем, отдельная хреновина, конечно. Ну, давай отдельная хреновина. Можем, в общем, дальше идти. Идем дальше к пацанам, будем их славить, чествовать. Patreon.com у тебя открыта вообще данная ссылка? Уже, да. Ну, давай тогда можешь. У меня в закладках, поэтому мне недолго открыть. Я, в общем, скоро уже с короговоркой буду всех наших патронов говорить вслух, поэтому, да. В менеджер я захожу, выбираю ближайший месяц. Давай. Вот. Грущу от количества патронов, которые запроцессили и которые могут запроцессить. Ну, ладно. Макс, 40-долларовый, спасибо тебе, Макс, мы тебя все еще прям помним, все еще твой звонкий голос с интонациями вверх, я помню. Вот. Костик, который переменялся в водителя НЛО, 20-долларовый, Олег Цепиш, Иван Мерзавцев и Никита Ларк. Антон Шувалов тоже отвалился в этот раз. Грущу, но факт остается факт. Может быть, он еще успеет за пару дней вернуть свою ставку, вот, но пока он деклайнул. 10-долларовый, Михаил Павл, Мергорафа Балмаса, Дмитрий Казарцев, Кеша Пуделев, Анна Рыбал Гимбаев и Алекс Яценко. Вот. Кого-то, может быть, не хватает, но будут еще, может быть, будут. Я, кстати, помню, кого не хватает. Не хватает Дмитрия Горбача, потому что я каждый раз помню, что надо правильно сделать ударение на О, а вот уже, видимо, и не надо. А 5-долларовый, чуваки, Константин Русанов, это вот наш свежий патрон, который там в течение двух часов патрон. Новичок. Ну. Титус ОАМ, Паша ОАМ, простите. Нет, Титус-то не ОАМ. Точнее, ну, он крутой, потому что у нас с 2017 года наш патрон. Вот. Но ОАМ у него нету в Нике как у Паши. Вот. Потом есть Антон Потапенко, Трофим, Геннадий Хатавицкий, Нан, Алекс Ефремо, Петр Гаврилов, Алекс Нью Бостон, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Миша Хохлов, Явеб, Антон Заболоцких, Тёма Фарт, Илья Смагин, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. Чоке, всем спасибо. 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 Блин, нас в ремич деклайнул, он двухдолларовый патрон. Вот. Может быть, да, может быть, ещё просто не дошло до него. Сэм Белов нас деклайнул, шесть долларов у него была ставка, и Рома Фролов пятидолларовый, спасибо тебе, и Владимир Анохин, вы не выбрали тир, вас мы тоже назвали. Да, вот такие патроны, давай обойку. Обойка сегодня максимально аскетичная, Саня уже выбирает, чтобы вообще предметов не было, чтобы не было к чему привязаться и как обыграть, у меня всё сложнее и сложнее. даёт, значит, задачки, чтобы я там перед ним что-то небанальное пытался высрать. А я и высру, я и высру что-нибудь небанальное. Вот наш подкаст, он как бы, наш подкаст на этой обойке, для тех, кто слушали, я просто скажу, что здесь берег, скорее всего, морской, хотя может океанский, может мальтийский, на котором есть вот один посетитель этого берега, женщина там смотрит на волны, красивенько. Вот. Но я скажу, что наш подкаст, это вообще то, чего он достиг уже, вот спустя 218 подкастов, дна. Вот дно, это вот, значит, наш подкаст, и если вы видите, вот там на дне есть небольшие такие, такие ребрышки из сбившихся барханов песка, скорее всего, вряд ли это растущие, хотя может это и растущие водоросли, но по-моему это просто песок так сбился, и он отражается от воды, и поэтому там темненькие такие прожилочки. Вот это темки, это темки, по ним приятно ступать ногами, ты такой идешь, и внутри утопаешь в эти, в этом песочке. Вот. Короче, а само тно весь, это наш подкаст, и его как бы не видно под толщей воды, но если нырнуть, то можно разглядеть, собственно, что-то там интересное для себя. По сути все. Ну, слушай, ты каждый раз меня удивляешь, я каждый раз думаю, блин, вот тут не сможет, а есть, потому что у меня вечность была, чтобы придумать, и я-то тоже придумал. У тебя домашняя, во-первых, а во-вторых, кроме того, что у тебя домашняя заготовка, ты еще и просто скоро белый лист будешь выбирать и говорить, вот обойка у меня. Давай. Ну, слушай, мне нравятся такие вещи. Раньше я всегда дороги выбирал, если помнишь, был у меня такой период в творческой, в моем творчестве это дорога, когда я дорогач был. Так. Вот. Ну, да, теперь я абстракточ какой-то, пейзажич. Вот. Наш подкаст это сам берег, но смотри, это глубже, это не так тупо. Вот видишь, куча следов. Так. Вот все эти следы это темки. Это те темки, которые наши слушатели от нас уже прослушали, и вот этот берег это то место, куда они приходят, отхожие опять же, прослушивают несколько темок, следят этими темками, все, и уходят потом. И вот каждый вечер они приходят на закат, в нашем случае каждую неделю они вечером приходят на закат, топчутся на наших темках и уходят. А мы, мы всегда здесь, мы как бы вот всегда где-то рядом. Вот. Уже 218 выпусков подряд. Спасибо всем, кто нас слушает, если такие есть с первого выпуска. Спасибо всем, кто нас слушает даже с 218 выпуска. Мы каждому из вас безумно рады. Спасибо, что кому-то наше творчество хоть как-то вообще интересно. Это правда круто, это завораживает. Так что да. Подпишитесь на канал, если вдруг вы не заметили, как с нами пролетело время, и первый раз к нам зашли и вам понравилось. Заходите к нам почаще. Вот. Увидимся, наверное, как обычно через неделю. Да. Всем пока. Давайте пока. Субтитры сделал DimaTorzok